С дьявольской лозой Шеничина, она была почти убита этим непобедимым питомцем. Каждый раз, когда дьявольский боевой древень был ранен, он поглощал жизненную силу более слабых духовных питомцев, атакующих его, и быстро восстанавливал свою жизненную силу. Внезапно Джаачен хлопнул себя по лбу, его озарила вспышка понимания. Призрачный король имеет абсолютную защиту. Даже против командира 10 ранга он сможет продержаться очень долго. У этой волны ужасающих волков ожесточенные атаки, но им потребуется время, чтобы убить этого короля. Если все пойдет не так, то Чучен сможет продержаться до 25 минут. Теперь я понимаю, почему глава дворца Ю сделал его нашим лидером. Медленно произнес Шанхэн. Почему? Джаачену все больше становился любопытен их лидер. Да ты и сам это должен видеть. Одной феей ледяного воздуха ему достаточно, чтобы постоянно ограничивать пламенную птицу. А ведь разница в их силе минимум составляет в один уровень, даже если брать в расчет атрибутное превосходство льда. У обычного дрессировщика эта фея была бы слита минут за пять, но Чучину удается сдерживать врага более 10 минут, причем сделав так, что все внимание пламенной птицы сосредоточено лишь на фее, не позволяя ей атаковать древня или короля. Ты знаешь, что звери на арене не атакуют друг друга. Если фея способна в одиночку не дать птице пробиться вниз, это уже говорит об ее невероятной опытности. Весь бой находится на невероятном уровне. Подобные способности контролировать течение боя можно развить только лишь постоянно сражаясь и бросая вызов более сильным существам, сказал Шанхэн. Чжаачен эксперт второго класса от духовного дворца, естественно, он хорошо это понимает, но после того, как Шанхэн особо подчеркнул этот момент, в сердце Чжаачена возник шок. И правда, если бы он сам использовал питомца 8 ранга 9 уровня против пламенной птицы 10 ранга, он прекрасно понимает, что не смог бы ни полностью сдержать ее, ни делать это столь долго. А теперь снова взгляни на стаю ужасающих волков. Чжаачен находится между своими питомцами, но разве ты хоть раз замечал, чтобы ужасающие волки атаковали его? Спросил Шанхэн. Слова Чжанхэна шокировали Чжаачена, Тинлань, Чжанхэна и других молодых экспертов духовного дворца вокруг него. Все они полностью сосредоточились на сражении духовных питомцев и неосознанно забыли о существовании дрессировщика. Звериное побоище страшно не только тем, что приходится сталкиваться со множеством опаснейших существ. Очень часто случаются ситуации, когда в бою гибнет дрессировщик. Практически каждый истребитель на зверином побоище обладает огромным багажом знаний и обширным опытом, в противном случае его или ее тут же бы разорвали на куски питомцы. Однако, наблюдая за этим вызовом чести, люди бессознательно забыли о чуму. Практически никто не думал о том, что этот молодой человек может быть атакован ужасающими волками. Что что происходит? Почему я не заметила этого раньше? Сидящая рядом с ним Тинлань с удивленным выражением открыла свой ротик. Она вдруг вспомнила, как они вместе с Чжучином сражались в регионе Хауша с легионом диких пустынных скорпионов. Тогда складывалось впечатление, словно Чжучина и нет вовсе в этом сражении. Но если бы Шанхэн не указал им на это, она бы так этого и не осознала. Это поведение человека, который долгое время тренировался в дикой природе. Он способен полностью скрыть свою ауру. Среди этой толпы диких существ он словно становится лишенной всякой ауры формы жизни. Ужасающие волки не чувствуют какой-либо исходящей от него опасности, поэтому вполне естественно, что их вниманием завладевают боевой древенепризрачный король. Поэтому маловероятно, что на него нападут. Даже если он окружен ужасающими волками, он всегда знает, как ловко уклониться от них. Этой способности жаждет любой дрессировщик, тренирующийся в дикой природе. Это свидетельство того, что он множество раз сталкивается с атаками стаи духовных питомцев, таких как эти волки. Пояснил Шанхэн. Если бы он этого не объяснил, все бы лишь краем сознания отметили какую-то странность на поле боя. Но после его выводов люди замерли с шокированными лицами. Когда нормальные люди сталкиваются с подобными атаками стаи волков, их надолго охватывает страх. А этот молодой человек еще и множество раз с таким сталкивался. Это значит, что третья волна, остальным кажущаяся аномальным раундом вызова чести первой сферы, для этого молодого человека вполне знакомая ситуация. Глава 554. Приближение четвертой волны на поле боя чуму был словно призрак. Он спокойно перемещался между рассверепевшими волками и собственными питомцами, и практически ни разу не был атакован. Несмотря на то, что развернувшееся сражение было весьма нервозным, опасным и ужасающим, он не продемонстрировал ни следа паники, двигаясь на все протяжение боя естественно, словно вода или облако. Собравшиеся понаблюдать за боем эксперты считали, что эти дикие ужасающие волки способны сокрушить оборону их сердец и заставить их сбиться с ритма и ослабнуть от страха. Однако, на протяжении всего боя, чуму сохранял спокойствие. Не из-за того, что он обладает какой-то невероятной способностью или крепким сердцем. Дело в долгих, очень долгих тренировках, проведенных в опасных боях с весьма сильными сражениями. Он воспитал в себе этот тип поведения, этот боевой темперамент. Он сформировался не как врожденный дар, но в результате постепенного привыкания к массовой бойне, к упростившемуся отношению к ситуациям, когда ты находишься между жизнью и смертью, когда ты отбрасываешь все и используешь все тело, жизнь и душу на максимум. Наэн. 25 минута ознаменовалась тяжелейшим ударом меча четырехметровым призрачным королем. В месте удара земля раскололась надвое, образовав 50-метровую трещину, что сбило с ног около десятка ужасающих волков 8 ранга. Целью удара был волк 9 ранга, который не успел вовремя увернуться и получил сильный урон вырвавшийся из меча энергии каменного атрибута. Не успев и пискнуть, огромная туша волка средних уровней 9 ранга разлетелась в клочья. Но в то же время тело короля покрывало множество трещин. Непрерывные атаки волков смогли до определенной меры пробить его защиту. Жизненная сила питомца снизилась до 60%, а как только она опустится ниже 50%, скорее всего, питомец не устоит. Тем временем сражение между пламенной птицей и феей ледяного воздуха приближалось к своему завершению. Тело питомца чуму получило несколько серьезных ожогов, значительно снизивших боевую мощь феи. Все же ей оказалось слишком тяжело так долго подавлять пламенную птицу, внушающую трепет силой своего жгучего пламени. Чуму очень доволен выступлением феи ледяного воздуха. Он понимал, что если она продолжит сражаться, то скорее всего окажется в опасности. Поэтому он быстро произнес заклинание и отозвал ее в пространство духовных питомцев. Он наконец-то поменяет питомцев. Обнаружив, как чуму отзывает фею, зрители вздохнули с облегчением, в то же время подсознательно восхищаясь способностями этого молодого дрессировщика, а также волей к сражению этой феи ледяного воздуха. Призовет ли он в этот раз более сильного питомца или решит продолжать тянуть время? Множество людей задавались этим вопросом, гадая, какой выбор сделает чуму. Он до сих пор не использовал ни одной духовной техники, а это означает, что он желает сохранить свою духовную силу, чтобы в нужный момент заменить питомцев. Чем хаотичнее ситуация, тем выше уровень опасности. Понимая, что в тот момент, когда птица вернется в основное сражение, ни король, ни древень не продержатся и секунды, чуму быстро произнес заклинание. Его тело стало обтекать густая аура тьмы. Многие зрители отчетливо ощутили тьму, окутавшую все в радиусе 10 метров вокруг чуму. Источником этой тьмы, конечно же, был громовой зверь ночных грез. Как только он закончил заклинание, из теней выскочило гладкое, черно-белое тело. Изящным движением обежав вокруг, громовой зверь ночных грез элегантным движением остановился перед чуму. Запрыгнув на него, чуму устремил свое ледяной взгляд на парящую вверху птицу, после чего произнес, «Убей ее за пять минут!» Ха-ай, переполняемый высоким боевым духом, ночь прыгнул в воздух, и легкими, стремительными скачками понесся в сторону пламенной птицы. Пламя на ее теле уже было не таким сильным, как раньше. Это явно следствие тяжелых травм, понесенных после атакующих ледяных техник. Показательное действие превосходства атрибута. Громовой зверь находится на 9 уровне 8 ранга, и его сила уступает птице примерно на 2 ступени. К тому же его атрибут тьмы перед ее огнем находится в невыгодном состоянии. К большому счастью, фея истощила большую часть физической и жизненной силы врага, и, если полагаясь на сильные духовные исследования чуму и на собственные ментальные техники он сможет преодолеть разницу между ними, то убить ее будет не так уж и сложно. Контроль ночи. Ни мгновения не колеблись. Чуму приказал ночи использовать технику типа сферы атрибута тьмы 8 ранга. Свет вокруг рогов громового зверя задрожал, сменившись черной рябью, расплывшейся от них во все стороны. Она сформировала область контроля ночи, охватившую все пространство, необходимое громовому зверю для сражения. К тому же эта область будет перемещаться вслед за ним, скрывая его в своей тьме. Лишь техники типа свет могут полностью противостоять, нивелировав эффективность этой техники питомца чуму. Пламенная птица огненного типа И, хотя ее атаки нанесут на 50% больше урона темному типу, она не способна сломать эту странную технику. Так у него была техника сферы контроль ночи. Этот громовой зверь ночных грез весьма непрост. Использовав ее, он в действительности обретает мощь 9 ранга, что закрывает разрыв в их силах на одну ступень. Ну что же, мы обязаны внимательно смотреть, чтобы узнать, смогут ли команды Чучина одолеть пламенную птицу, когда они находятся в невыгодном положении. Потирая подбородок, сказал Шанхин. Чжаньхун не ты ли говорил, что лидер не продержится больше 25 минут. Это время уже истекло, и судя по ситуации, для призрачного короля и древня не составит большого труда продержаться еще 5 минут. Чжачин намеренно начал провоцировать вечно недовольного Чучином Чжаньхуна. Тот в свою очередь был крайне мрачен лицом. Откуда ему было знать, что призрачный король и дьявольский боевой древень обладают настолько невероятными способностями? Защита призрачного короля достигла 9 ранга, да еще и эта техника преобразования призрачного монарха. Подобный питомец по сути живой щит, который не сможет пробить даже монарх среднего класса 9 ранга. Дьявольский боевой древень тоже по-своему ненормальный. В массовом сражении, пока ему не нанесут урон, который убьет его мгновенно, это существо не умрет. Поэтому эти ужасающие волки для него куда менее опасны, чем эта пламенная птица. Окружи его одновременно 5 волков 9 ранга, и его жизнь, возможно, и оказалась бы в опасности. Но к счастью, призрачный король превосходно выполнял свою роль, защищая его и не допуская того, чтобы в пылу сражения древень оказался в опасности. Координированные действия этих питомцев постепенно снижали число ужасающих волков, тем самым ошеломляя сердца зрителей. Он до сих пор не призвал четвертого питомца. Шанхэн, редко когда влезавший в споры, в этот не самый подходящий момент подлил масла в огонь. Лицо Чжаньхуна стало еще непригляднее, и он холодно усмехнулся. Четвертая волна вот-вот появится. Если он продолжит использовать этих питомцев, то он точно погибнет. Ха-ха, наконец-то ты изменил свое мнение. У этого человека действительно есть сила. Засмеялся Чжачин. Чжаньхун холодно хмыкнул. Хотя он и не сказал этого, он не мог не признать, что Чуму действительно силен. Огненная птица была ограничена. Этот Чжачин способен определять силу и возможности питомцев, которые сильнее его. И я могу понять, почему все это время ей противостояла фея ледяного воздуха, но почему он призвал уступающего ей громового зверя? Неужели он всегда сражается с существами более высокого ранга? Спросил Тин Лань. И она действительно смогла угадать уникальную черту Чуму. В этом вызове чести, в зверином побоище, Чуму смог полностью продемонстрировать своим боевые возможности. Его контроль над духовными питомцами и сражение заставил почувствовать горечь даже нескольких экспертов второго класса. Чуму духовный мастер пятого исследования, его мощное восприятие в состоянии видеть сквозь движение птицы, прибавить сюда гибкость уклонений громового зверя, и маскировку его тьмы, и становится понятно, почему пламенная птица так и не смогла ни разу поразить его. Нисхождение грез. Во тьме замер силуэт громового зверя. В его глубокого черного цвета глазах мелькнул демонический свет. Разум птицы оказался под атакую ослепительного света грез, серией вспышек проникшей через ее глаза и затуманившей рассудок. Многочисленные удары демонической техники сделали свое дело, пламенная птица, наконец, потеряла силы противостоять ментальным атакам и погрузилась в темный кошмар. Как только огненная птица была ограничена техникой, чуму не колеблись сотворил технику ледяного атрибута. Чун Мэй – холод погибшей звезды. Тело чуму прошло значительную закалку предметами ледяного атрибута, что на порядок увеличило мощь его техник. Несмотря на то, что Чун Мэй может продемонстрировать порядка 50% мощи техники 8 ранга если она будет поддержана достаточно мощным импульсом и сможет показать силу 9 ранга, пламенной птице придет конец. Пыпы. Тут я немного слукавил, потому что на Анлейте сказано просто, 50% мощи техники 8 ранга, но до тех пор, пока техника достигает 9 ранга, птица получит смертельный удар. Смутило то, что он своим ударом ее убил таки, что несколько противоречиво в этот раз чуму больше не стал экономить сил, чтобы заменить одного из питомцев. Холод погибшей звезды 8 ранга начал проявляться бесчисленными ледяными осколками, взвившимися вокруг пальцев чуму. В то же время, понемногу срываясь с его рук, этот лед начал окутывать тело пламенной птицы. Пламя на ее теле стало стремительно тускнеть, а проникнув внутрь, холод погибшей звезды заморозил ее кровь, кости и внутренности. В результате, огонь на теле пламенной птицы полностью потух, а раны питомца изнутри обросли льдом. Ночь, разрушающий луч, собрав в глотке темную энергию, он точным ударом выстрелил ею в тело пламенной птицы. Раздался огромный взрыв. Замороженная изнутри птица после этого удара просто разлетелась на куски. С неба посыпался холодный лед и огонь звезд. Великолепное, но трагичное зрелище. Когда куски пламенной птицы рухнули вниз, арена погрузилась в громоподобный рев. Со всех сторон раздавались волны криков и возгласов, каждая громче предыдущей. В этом 30-минутном бою зрители стали свидетелями способностей молодого человека, контроль которого находится на уровне настоящих экспертов-дрессировщиков. Этот бой принес им невероятно много шока и удивления. В самом начале боя зрители чувствовали страх за жизнь человека, попавшего в настолько неблагоприятную схватку. Но сейчас, лично убедившись, как чуму сражается с волнами зверей точно настоящий эксперт, как они могли не аплодировать ему. Окинув взглядом толпу, чуму увидел шокированные лица десятков тысяч людей. Тем не менее, он быстро пришел в себя, потому что чуму помнит, что самое трудное еще впереди. Уже сейчас он слышит волну тяжелого трепещущего сердца рева. Он произвел фурор, был встречен приветственными криками зрителей, достиг слуха и проник прямиком в сердце чуму. И это не могло не заставить его сердце яростно ускориться. Это был рев боевого питомца последней волны. Независимо от того, насколько спокоен и собран был чуму в предыдущих боях, он точно может сказать, что существо последнего раунда сражения обладает абсолютным уровнем опасности. Глава 555. Четвертая волна. Непобедимая чуму сидел на неподвижно замершем в воздухе громовом звере, и сверху вниз взирал на оставшуюся половину ужасающих волков. В эти 10 минут он в основном был в тупике. Боевой древень очень силен в массовых сражениях, но самый низкий уровень ранг этих волков упирается в 8 ранг высокого уровня. Более того, когда их жизненная сила опускается ниже 30% от нормы, они используют трансформацию кровожадного берсерка, которая усиливает их, от чего убить волков становится сложнее. 5 волков, 9 ранга среднего высокого уровня, 4-9 ранга низкого уровня, и 48 ранга. Из-за яда древняя жизненная сила волков упала на 20%. Более того, каждый из них был изрядно ранен. Если призрачный король сможет выстоять, то чуму уверен в том, что сможет избавиться от всех оставшихся врагов за 5 минут. Вот только у него нет этого времени. Финальный, четвертый раунд звериного побоища наконец-то начался. В этот раз земля не содрогнулась, воздух не дрожал под громоподобным ревом. Внутри арены по-прежнему находились лишь 50 волков, бессмысленно атакующих короля и древня. Сау-сау-сау-сау. Внезапно слух чуму уловил еле заметный шум. Парень не видел того места, откуда появился духовный питомец. Но он смог почувствовать хаос воздуха под напором устремившегося в его сторону питомца. Наконец, его духовные исследования смогли зафиксировать цель. К тому моменту, когда чуму увидел это существо, оно уже преодолело половину арены. Эта скорость превосходит любого из духовных питомцев чуму. С широкого края арены в ее центру стремился черный хаотичный ветер. Бросив шокированный взгляд на призрачного короля и боевого древня, чуму немедленно приказал последнему вкопаться корнями в землю. Он успел отдать лишь один приказ. Сразу после этого появившееся в центре арены существо атаковало призрачного короля. Острейшие когти девятого ранга яростно обрушились на темный камень брони призрачного короля. Внезапный взрыв звериной энергии на его теле отправил не успевшего защититься питомцам в долгий полет. Бабах! Призрачный король тяжело рухнул на землю, покрывшись многочисленными трещинами. Большая часть его брони, которую даже монарх среднего класса девять ранга еле пробивает, была разрушена. Еще чуть-чуть, и можно будет увидеть элементальный кристалл внутри него. Единственный удар серьезно ранил призрачного короля. Призрачный огонь обволок его тела, затем оно уменьшилось до изначальных размеров. Эффект преобразования исчез. Один удар этого могущественного существа заставил призрачного короля, и без того лишившегося большей части живучести, лишиться возможности продолжать сражение. Что же это за создание такое, как это смогло разрушить защиту призрачного короля? За мгновение до этого, вся арена приветствовала смерть огненной птицы от рук чуму. Но в следующий момент, это ликование сменилось криками удивления. Некоторые люди и вовсе не заметили, что наступило время четвертой волны. Но главное все же то, как это существо сумело нанести столь шокирующий удар призрачному королю. Ай-я-ву-у-у-у. Но тут небо и землю сотряс волчий вой. Густой изловоний разлетелось по арене словно техника ветра восьмого ранга. Наткнувшись на защитные барьеры, оно заметно покачнуло их, словно вот-вот готовясь разрушить. Именно тогда люди, наконец, обнаружили, что в том месте, где стоял призрачный король, появился шестиметровый ужасающий волк, возвышаясь над полем боя своим огромным телом цвета черного металла. Полностью развитый ужасающий волк 10 ранга не более 5 метров в длину, однако этот был не меньше 6. Его густая звериная аура полностью затмила ауру 50 волков. Все их величие было сдуто, а сами они подавлены до такой степени, что появилось смутное чувство, словно на арене находится лишь это невероятное существо. Он не скрывал своей жестокости и безжалостности, и был невыносим в своем высокомерии. Это мощный питомец, разительно отличающийся от командира 10 ранга, дьявольского цепного буйвола, и высшим командиром 10 ранга, огненной птицы. Он на несколько ступеней выше этих двоих. Подняв боевой ранг до класса псевдомонарх, это существо закончило свое совершенствование. Против него выпустили псевдомонарха 10 ранга. Когда люди наконец рассмотрели этого питомца, арена погрузилась в тишину. Никаких возгласов или перешептываний. Псевдомонарх 10 ранга. Любая из его обычных атак достигнет силы 9 ранга. Это будет настоящая бойня. У большинства молодых экспертов битвы за царство в основном питомцы 7-8 рангов, а боевой ранг достигает от силы класса псевдомонархов. Поэтому полностью развитый псевдомонарх для них эквивалентен богу смерти. Это больше не звериное побоище. Арена стала местом, в котором молодые дрессировщики и их питомцы расстанутся со своей жизнью. Даже большинство взрослых дрессировщиков не смогут справиться с этим существом. Зачем вы выпустили его в зверином побоище молодого поколения? Сдавайся, быстрее сдавайся. Если ты этого не сделаешь, то все твои духовные питомцы будут убиты. Встревоженные зрители начали кричать чуму. Помимо обычных, ничего не знающих зрителей, напуганы были даже те люди, которые хорошо знали чуму. Четвертой волной выпустили существо невероятной опасности, его невозможно одолеть. Сражение чуму закончится на этом моменте. Предсказание принцессы Цзинжау оказалось точным. Как и ожидалось, бой завершится на 30-й минуте. Как вы узнали, что последней волной выпустит псевдомонарха 10 ранга? Спросил один из стражей в белом, Лу Дон Хи, стоящий подле принцессы. Это был тот самый человек, который в одиночку одолел всех молодых экспертов клана великих Чу в регионе Вагу. В те времена он столкнулся с Чу Синим и был подавлен отголосками силы полудьявола Чуму. Он не узнал чуму. Но он видел перед собой человека духовного дворца, и того, кто может препятствовать росту принцессы Цзинжау. Поэтому у этого белого стража нет хороших помыслов к Чуму. Работа этого человек заключается в уничтожении любого, кто выступит против принцессы. Тем временем на поле боя выражение лица Чуму стало серьезней. Призрачный король не может продолжать сражаться. Если он получит еще один удар нового противника, его жизнь окажется в опасности. Не колеблись, Чуму направил громового зверя к месту падения короля, а затем так быстро, как только смог, отозвал его. Чучен из духовного дворца, ужасающий волк 10 ранга невероятно силен. Даже если вы решите сдаться в середине сражения с ним, вероятнее всего остановиться бой с ним будет невозможно, и ваша жизнь окажется в опасности. Поэтому сейчас вам стоит проявить благоразумие и сдаться. Раздался голос помощника судья. Смерть дрессировщика или его питомца обычное дело в битве за царство. Сейчас ситуация предельно ясна. Неважно, громовой зверь или дьявольский древень, никому из них не устоять против 50 ужасающих волков командиров 8-9 ранга и одного волка псевдомонарха 10 ранга. Даже судьи предложил это, и любой нормальный дрессировщик в такой ситуации предпочтет сдаться. Многие ожидали этого исхода, и уже решили, что вызов чести первой сферы на этом и закончится. Часть зрителей с сожалением вставали со своих мест, и направились на выход из арены. Никто не ожидал столь ужасной волны, продолжать сражение в этой ситуации эквивалентно отправке своих питомцев погибнуть в клыках волков. То, что эксперт третьего класса смог продержаться 30 минут в зверином побоище второго класса уже восхитило людей. По крайней мере, он уже получит награду вызова чести, и его имя появится в рейтинге Тинься. Несколько десятков королевств, несколько сотен регионов и несколько десятков тысяч городов. Из каждого в город Тинься прибыли молодые эксперты. Если чье-то имя из этого скопления экспертов окажется в рейтинге Тинься, даже будь оно в самом низу, это все равно великая честь. Чуму выбрал испытание превосходящий класс, но все же сумел пробиться в рейтинг Тинься. Этого было достаточно, чтобы заставить людей вздыхать от восхищения. Ведь скорее всего за всю битву за царство найдется не так много людей, которые смогут повторить его подвиг. Парить в воздухе бесполезно. Этот ужасающий волк 10 ранга обладает мощными прыжками. К тому же, с помощью звериной энергии он сможет какое-то время держаться в воздухе. Этого хватит, чтобы убить громового зверя, ведь он слишком уступает волку в силе. Но Чу Чен продолжает тянуть. Он что, действительно думает, что сможет продержаться больше минуты? Недовольно произнес Чжан Хун, увидев, что Чуму не покидает своего места. Люди уже уходят, но лидер чего-то медлит. Он что, хочет продолжить сражаться? Чжа Чен изумленно уставился на Чуму. Мне тоже кажется, что он проиграет, Чжа Чен. Но ты помнишь его бессмертного боевого зверя Мое, сила которого непрерывно росла, от чего он был в состоянии сразиться даже с яростным зверем кровавого бассейна Шеничина? Медленно произнес Шан Хун. Услышав их разговор, сидящая рядом Тин Лань удивленно подняла брови. Она никогда прежде не слышала о том, что у Чуму есть такой духовный питомец. Услышав это, Чжа Чен немедленно показал шокированное выражение. Прошло некоторое время, прежде чем он открыл рот и сказал. Лидер он он собирается призвать этого Мое, чтобы продолжить сражаться. В тот момент, когда отзвучали слова Чжа Чена, Чуму, сидящие на питомце с прикрытыми глазами, открыл их и начал читать заклинания. Чжа Чен уставился на Чуму. Когда он обнаружил, что тот действительно призывает питомца, парня захлестнул невероятный шок. Он лидер он действительно собирается продолжать бой. Боже мой, он безумец. Сумасшедший. Действительно, когда все увидели, что Чуму читает заклинание, они все почувствовали, что он сумасшедший. Суммарная сила почти 50 ужасающих волков эквивалентна примерно одному высококлассному командиру 10 ранга. Даже самые сильные люди во втором классе не могут дать стопроцентной гарантии, что смогут выйти невредимыми из боя против командира и псевдомонарха 10 ранга. Тем не менее, этот эксперт третьего класса хочет продолжить. Неужели он готов пожертвовать своей жизнью ради чести? П.П. Напоминаю, возраст Чуму автоматом причисляет его к экспертам третьего класса, к нему именно так и будут относиться. То, что сила значительно выше, будет иметь значение уже после. Глава 556. Будет сбит с ног, но не окажется повержен. Часть 1. Чуму решил продолжить сражаться. Люди посчитали его слегка безрассудным, но после того, как они увидели призванного им питомца, это чувство усилилось. Они стали думать, что невозможность получить высшую награду в вызове чести затмила ему рассудок. Восьмой ранг. Седьмой уровень. Боевой зверь. Мое. Монарх низкого класса. Этот боевой зверь слабее, чем фея ледяного воздуха. Девять уровня восемь ранга. В сравнении с псевдомонархом десять ранга он уступает на пять ступеней. Такая разница в силе означает, что любая из атак ужасающего волка обернется мгновенным убийством Мое. В воздухе возникла печать призыв Джанье, из которой он выпал. Питомец сразу же нацелился на ужасающем волке девять ранга средних уровней, у которого осталось около половины жизненной силы. Его черные доспехи пронзили хребет волка. Получив столь серьезную травму, ужасающий волк выбыл из строя, рухнул на землю и просто истекал кровью. Сразу же в дело вступили ядовитые побеги древня, начавшие отравлять раненого питомца еще быстрее. Атака Джанье не смогла убить волка, оставив ему несколько последних вздохов. Однако, яд не оставит ему ни шанса, волк от силы сделает несколько движений, а после умрет. Этот Мое оснащен высокоранговым духовным оборудованием, но ранг его боевой силы не достиг монархов среднего класса. Но даже будь он на этом классе, сила этого питомца все равно была бы нестабильна, ее бы просто не хватило. Мне непонятно, почему этот парень призвал Мое, он самоубийца. С насмешкой произнес Белый Страж. Принцесса Цзиньжау ранее никогда не видела этого духовного питомца чуму. Про себя она и сама была весьма удивлена тем, почему он призвал в этот момент именного его. Несмотря на то, что награда первой сферы очень привлекательна, истинный эксперт второго класса не покажет в ней всю свою силу. Таким образом, нет необходимости делать все возможные на этом высоком уровне сложности, чтобы получить высшую награду. С одной стороны, принцесса Цзиньжау было любопытно, какими особыми способностями обладает Мое чуму. С другой стороны, она чувствовала, что выбор чуму продолжать сражаться иррационален, так как он мог раскрыть всю свою силу, что он творит. Он действительно отупел из-за высшей награды первой сферы? Это не похоже на него. Мое – его скрытое оружие. Разве использовать его так рано не выдает его соперникам уровень его силы? Е-Ваньшин не мог понять, почему чуму решил продолжить. Прекрасные глаза Е-Циньцзы сосредоточились на чуму. Сейчас он не могла прочитать его действия и помыслы. Десятки тысяч зрителей не ожидали продолжения сражения. Даже старшее поколение вздохнуло, показывая, что, хоть сила этого молодого человека шокирует, он все еще слишком импульсивен. Путь прорыва сфер в битве за царство очень длинный. Выбор правильного времени, чтобы сдаться – самый умный ход. Даже признанный сильнейшим экспертом второго класса дрессировщик не станет опрометчиво тратить свои силы, чтобы получить награду первой сферы. Так как чуму решил продолжить борьбу, покидающие арену люди на мгновение остановились, однако никто сразу не вернулся на свои места. Они стояли на месте и смотрели на последнюю стадию звериного побоища, пропитавшуюся опасностью, и ожидали, когда волк-10 ранга научит этого молодого человека жестокому уроку, после чего они с сожалением уйдут. По их мнению, развитие событий будет происходить очень быстро, поэтому нет необходимости возвращаться на места. Таким образом, им не придется снова вставать. Чуму парил в воздухе на зловещем и элегантном громовом звере ночных грез. В его глазах расцвел невиданное пламя, жажда сражения. В его глазах не были ни следа помешательства или безумия, как считают люди. Чуму ясно понимал, что он делает. Шеничен точно не самый сильный человек второго класса. Если бы его монарх среднего класса 9 ранга не был убит Чуму, у него бы было три духовных питомца среднего уровня 9 ранга. Если даже у него была возможность взрастить столько сильных основных питомцев, то сколько же более сильных экспертов будет у палаты духовных питомцев Дворца Кошмара, Духовного Дворца или даже самой мощной организации Духовного Альянса. Согласно его выводам, все четыре фракции будут иметь скрытых экспертов с четырьмя монархами среднего класса 9 ранга. Чуму уверен, что те же Лушаньли и Принцесса Цзиньжау довольно сильны. Однако эти люди не оказались в рядах влиятельных людей. Если бы Чуму ранее не взаимодействовал с ними, он, вероятно, и вовсе пренебрег ими. Шанхэн, Чжаньхун и Чжачен, кажется, представляют сильнейших экспертов второго класса Духовного Дворца. Тем не менее, Чуму также слышал от Тин Ланя восьмом молодом господине Фан Цзэ, а также о таинственном седьмом молодом господине, имя которого никому не известно. Он понятия не имеет, какова сила этих двух экспертов, и никогда не слышал, чтобы о них кто-то говорил, никаких слухов на улицах. Это определенно не значит, что седьмой и восьмой молодые господа обладают средней силой. Это лишь демонстрирует, что они полностью скрыли ее и, скорее всего, раскроют все козыри в финальных сражениях. Что касается сдержанной палаты духовных питомцев, их настоящие эксперты второго класса еще не показали себя. Тем не менее, Чуму чувствовал, что эксперты этой огромной фракции будут непросты. Помимо этого, есть еще и самый мощный игрок – Духовный Альянс. Фэн Кун, которого нанял Шеничин, никоим образом не мог быть истинным экспертом второго класса этой организации. Может ли это значить, что в Духовном Альянсе еще больше ужасающих экспертов? Но Чуму не глуп. Он уверен, что помимо всех сильнейших второклассников, которые могут сдаться на этом моменте, есть куда более сильная группа экспертов. Эти дрессировщики должны обладать четырьмя отличными главными духовными питомцами, и их точно не единицы. Лишь Мося и Дух Связующего Ветра у него достигли уровня таких главных духовных питомцев. Чжанье требуется последовательное восстановление, чтобы суметь сражаться с такими экспертами, и вряд ли его можно назвать полноценным третьим главным духовным питомцем. Однако у Чуму есть и огромный недостаток. Все эти эксперты могли призывать и контролировать четверых, тогда как Чуму лишь троих питомцев. Даже если скрытых экспертов не существует, если все это его выдумки, он все равно будет в крайне невыгодном положении. Люди, которым удалось войти в ряды сильнейших второго класса, прошли через испытания и невзгоды. Они обладают выдающимися боевыми способностями, и Чуму не верит, что его способности контроля и использования питомцев могут восполнить разрыв между четверным и тройным контролем. Поэтому глубоко в сердце Чуму врезалось понимание, что его сил недостаточно, чтобы получить высшую награду второго класса. Когда появился псевдомонарх десятого ранга, Чуму закрыл глаза, чтобы обдумать эту проблему. И наконец, Чуму решил пойти против всякой логики и сразиться за высшую награду первой сферы. Чуму собирается на полную использовать награду первой сферы и продолжительный период времени, чтобы отчасти повысить свою силу. Это позволит свести к минимуму разрыв его силы с силой скрытых экспертов второго класса. Битва за царство, которая проходит раз в шесть лет, уже началась, и из-за способов организации прорыва сфер она будет длиться очень долго. Я что-то путаю, или раньше говорилось, что битва проходит раз в четыре года. Большинство экспертов в этот период времени, вероятно, прорываясь сквозь сферы будут сохранять силы таять свою силу, чтобы ее было достаточно, для вызова чести царства, для финала. Если Чуму сделает то же, что и они, с явной разницей в их силах, он окажется легко побежден скрытыми экспертами. Если он пойдет против логики и использует вызов чести каждой сферы, чтобы укрепить своих духовных питомцев, это будет эквивалентно непрерывному превышению своих пределов, и выровняет силу его питомцев. Безумие променять на большие безумия, лишь так у него появится шанс завоевать высшую награду второго класса. Бой. Непрерывный прорыв. Такова была настоящая мысль Чуму. Его можно назвать сумасшедшим или безрассудным, но не будь он таким, его бы давно уже уничтожили. Поэтому Чуму решил продолжить сражение. Ему нужно получить высшую награду первой сферы. 300 миллионов могут немного увеличить силу его питомцев. Джанье, ты не должен использовать храброе сердце в сражении с ужасающими волками. Отащи возможность убить всех волков 8 и 9 ранга. Упорствуй и борись до самого конца. Решительно сказал Чуму для Джанье. Решительный приказ дрессировщика обратиться непреклонным боевым духом питомца. Даже против непобедимого врага Джанье никогда не отступит. После первого столкновения часть брони Джанье оказалась разрушена, а сам он отлетел далеко назад. Яростному зверю Шеничина потребовалось бы 6 техник, чтобы убить бессмертного Джанье. Против псевдомонарха 10 ранга он умрет от 4 атак. Да что это за Мойе? Он слишком живучий. Когда Джанье после того, как получил второй удар, снова встал, люди были шокированы. Разница в их силе кардинальна. Любая атака должна была мгновенно убить его. Этот Мойе пережил 2 атаки. Почему он все еще жив? Может быть его жизненная сила была усилена? Шоа. Третья атака. Ужасающий волк оставил жуткую рваную рану на теле Джанье от головы до хвоста. В стороны полетели куски плоти и брызги крови, стали видны его кости. Зрители смотрели на этот бой, затаив дыхание. Они боялись, что боевой зверь Мойе будет безжалостно убит. Тем не менее, Джанье все равно был в состоянии встать под их взглядами, сквозившими ужасом. Никто не думал, что этот Мойе будет в состоянии выдержать такую тяжелую рану и сможет подняться. Для этого требуется невероятно цепкая живучесть. Хау-хау. Раненый Джанье непреклонно взревел над высокомерным псевдомонархом десятого ранга. В его глазах по-прежнему горело буйное пламя боя. Кровь на его теле лишь придала его виду дикости. Сражаться, чтобы выжить. Разве Джанье никогда не сталкивался с непобедимым противником? Разве он когда-нибудь был побежден таким врагом? Глава 557. Будет сбит с ног, но не окажется повержен. Часть 2. Арена звериного побоища была покрыта алой кровью. Среди всего роскоши и великолепия этого места она стала сосредоточением ожесточенных и трепетных оттенков. Четвертая атака ужасающего волка 10 ранга. В этот раз на глазах десятков тысяч людей Мойе отлетел на сотни метров, пропахав своим телом глубокую борозду от центра к краю арены. У зрителей болезненно сжались сердца от вида того, как его плоть и кровь смешиваются с грязью. На его теле не было живого места, он истекал кровью и страдал от неестественно сместившихся костей. Даже будь он более стойким, четыре ступени разницы в их боевых возможностях это уже слишком. Он просто не сможет продолжить сражаться. Люди уважают таких вот духовных питомцев со стойкой жизненной силой. Однако битва все равно скоро закончится. Со вздохом произнес глава дворца Ю. Собравшиеся на уровне лордов старейшины, окружающие главу дворца Ю, тоже вздохнули. Старый духовный лекарь, однажды занимавшийся исцелением Чуму, произнес. Его психическая стойкость достойна похвалы. Сейчас он потерпит неудачу, но я уверен, что через шесть лет он сможет потрясти битву за царство. Главным судьей был лорд дворца палаты духовных питомцев 10-го ранга. Он уже поднялся и собрался было взмахнуть рукой, дабы прекратить бой. Этого человека слегка восхитило упорство Чуму. Он не хочет, чтобы этого молодого человека с невероятно стойкой решительностью, постигла неудача. Поэтому, в тот момент, когда этот парень даст понять, что хочет сдаться, главный судья немедленно прикажет помощнику спасти молодого дрессировщика и его духовных питомцев. Тем временем половина из нескольких десятков тысяч зрителей поднялось со своих мест. Те же из них, кто успел встать до этого, вновь продолжили свой путь к выходу с арены, бой на которой вот-вот закончится. Чуму не смог своим решением выгадать себе и двух минут боя. Люди покидали арену лишь потому, что в последней волне он не смог продержаться даже это время. Аэву, ужасающий волк своим воем словно подтвердил, что этот слабый мой я уже труп. Вслед за чем его дикие глаза уставились на громового зверя ночных грез в воздухе. Неожиданно волк прыгнул вверх. Разом оказавшись в 50 метрах над землей, волк начал атаку на чуму и его громового зверя. Его скорость была невероятно быстро, он словно не летел по воздуху, а бежал по очень крутому склону. В мгновение ока он оказался перед чуму. Сдайся, признай поражение. Не выдержав закричала бледная Тин Лань. Она не понимала, откуда у чуму это стойкое желание продолжать сражаться. Неужели его жизнь важна ему не так сильно, как этот бой? Ециньцзы сильно закусила губу. Глубоко в ее сердце уже несколько раз появлялось желание, чтобы он прекратил это сражение. Помимо Мое, хоть как-то способного сопротивляться, все остальные питомцы, включая и самого чуму, для псевдомонарха 10 ранга на один удар. Честь можно отвоевать, вернуть, а потерянную жизнь ты теряешь навсегда. Более того, человек потеряет не только честь и жизнь. Ночной танец. У чуму было достаточно времени, чтобы остановить бой и сдаться, но он использовал это время, чтобы приказать громовому зверю уклониться от смертельного удара ужасающего волка. Шоа. Свирепая фигура волка пронеслась сквозь воздух, подобно копию, устрашая людей, вгоняя их в дрожь. Немного в стороне, из черной пелены брызнула алая кровь. Неиспользование техники уклонения, неусиление с помощью контроля ночи не помогло громовому зверю. Разрыв в силе в четыре ступени сделал свое дело, питомец не смог полностью увернуться и получил ранение. Еще один всплеск крови уже смешался с другой, ярко-красной кровью чуму. Удар ужасающего волка пронесся по животу громового зверя, а также порвал бедро чуму. Еще одна атака, и волк разорвет их на куски. Чучен из духовного дворца, сдавайтесь, ваша жизнь в опасности. Наконец, главный судья палаты духовных питомцев не удержался, и громким голосом обратился к чуму с помощью духовных исследований. В то же время чуму прижал ладонью большую, быстро истекающую кровью рану на бедре. Взяв из пространственного кольца лекарства 8 ранга, парень заставил громового зверя принять его. Атака ужасающего волка открыла тяжелое кровотечение. Если его вовремя не остановить, большая потеря крови быстро снизит запасы жизненных сил. После того, как громовой зверь воспользовался лекарством, кровотечение тут же остановилось. Но это значительно сказалось на его скорости, она резко упала. Такими темпами от следующей атаки увернуться будет намного трудней. Я буду держаться до конца. С демонстративной ухмылкой и пылающим боевым духом взглядом бросил чуму. Крепко прижав руку к ране, он окутал ее высокоронговым кровавым пламенем. Оно прижгло рану и остановило кровотечение. Десятки тысяч людей смотрели на то, как молодой дрессировщик использует сжигающие кровь пламя, чтобы прижечь огромную рану на его бедре. Это было высокоронговое кровавое пламя, которое не способны вынести даже духовные питомцы. Этот молодой человек не потрудился использовать даже исцеляющие лекарства восьмого ранга, вместо него использовав для остановки кровотечения опасный огонь. Чуму весьма умело исцелил себя и громового зверя. Практически каждый раз, когда он получал раны, он использовал этот безумный метод исцеления. И в этот раз он же позволил ему избавиться от эффекта кровотечения атаки волка. Более того, все эти жуткие действия он проделал так свободно, словно для него это что-то несущественное. Процесс остановки кровотечения кровавым пламенем, от которого ноги зрителей предательски дрогнули, даже не заставил его нахмуриться. Этот парень не человек. Лекарства восьмого ранга действительно так дороги для него. Глубоко вздохнул пораженный Еваньшин. Ециньцзы чуть не прокусила нижнюю губу. В ее сердце бушевали множество разных эмоций. Даже если этот парень обладает определенной степенью огнестойкости, и это никак не ранит его. Все равно, даже Ециньцзы почувствовала боль, глядя на него. На концах когтей ужасающих волков боевого ранга псевдомонарх есть яд. Он заметил яд, просачивающийся в его кровь, и использовал этот метод для детоксикации раны. Кроме того, его движения выдают весьма богатый опыт. Он не впервые проделывает нечто подобное. Старый духовный лекарь духовного дворца сел обратно в свое кресло. Выражение его лица было непроницаемым. Десятки тысяч людей вновь остановились на пути к выходу. Они пристально смотрели на невероятно демонического молодого человека, верхом нагромовом зверя, который парил над дикой стаей ужасающих волков. Джанье, шипы черной брони. Внезапно прозвучал приказ. Когда он отдал приказ, глаза этого молодого человека засияли как звезды. Это была ослепительная грация и грубая уверенность ауры эксперта. Хау-хау. Неожиданно появилась всеми забытая фигура цвета густых чернил. Этот питомец, покрытый черной броней, был так же решителен, как и его хозяин. Яростно раскидав несколько волков девятого ранга, он вонзил свои шипы в волка десять ранга. Тот находился в процессе накопления энергии для второй атаки чуму и громового зверя, потому просто не успел как-то защитить себя. Шипы Джанье яростно пронзили тело волка, заражая его карразийным ядом, из-за которого лопатка зверя почернела. А-а-а-а-а. Атаки атрибута тьмы аномально болезненны, и даже ужасающий волк десять ранга не смог сдержать воя. Дикая аура волка тут же устремилась в стороны, отбрасывая назад Джанье. Ее энергия не нанесла мое какого-то серьезного урона, он смог кувыркнуться в воздухе, и нормально приземлиться на землю. Его отбросило на дюжину метров, но черные глаза ни на миг не сводили взгляда с ужасающего волка десять ранга. Злобный рык ужасающего волка встряхнул этот этап звериного побоища. В этот момент, глаза каждого сместились с чуму на боевого зверя мое. Они не могли поверить своим глазам, когда смотрели на этого совершенно целого питомца. Это же мое, да? Почему на его теле нет ни одной раны? Я ослеп? Невозможно, совершенно невозможно. Я точно видел, как ему разорвало плоть и кровь, как он валялся при смерти. На восстановление таких ран даже питомцам типа жук потребуется минимум два дня. Арена погрузилась в шум возгласов удивленных зрителей. Сражение не закончилось. Полностью израненный и растерзанный мое снова на ногах. На его теле не осталось ни следа ран, словно он был исцелен. Каждый зритель был по-своему шокирован. Кто-то кричал, кто-то анимел, а кто-то непонимающе переглядывался с соседями. Они не могли понять, откуда на этом зверином побоище появилось так много неожиданных сюрпризов. Источником их стал один единственный молодой участник битвы за царство, который бросил вызов классу выше. Никто не ожидал, что чуму принесет им столько шока и недоумения. Никто не смел и пытаться снова предсказать исход этого звериного побоища. Этот сопляк играется с нами. Он напугал меня до холодного пота. Как оказалось, у его мое есть техника восстановления утраченных конечностей. У этого духовного питомца аномальный талант типа жук. Старый духовный лекарь с облегчением глубоко вздохнул. Сказав это, он взглянул на своих старых товарищей из духовного дворца. Там он обнаружил ошеломленно замерших на своих местах старикашек. Хотя их лица выдавали шок, им удалось сохранить спокойствие и продолжить наблюдать за боем. Внезапно, старый духовный лекарь почувствовал, что он не должен был так волноваться из-за излишне интенсивного сражения одного представителя молодого поколения, и потому усмехнулся от неловкости ситуации. Старейшины духовного дворца давно привыкли к выходкам этого духовного лекаря, поэтому не обращали на него никакого внимания, продолжив наблюдать за боем. Парящий высоко в воздухе чуму посмотрел на своего мое. Джанье, ночь, боевой древень. Мы получим 300 миллионов высшей награды. С твердым взглядом непоколебимым голосом произнес чуму. О, дьявольский боевой древень, долгое время скрывающийся под землей, наконец отозвался на призыв своего хозяина, и тут же 100-метровый кусок арены превратился в ловушку натуральной древесной. В этой ловушке был яд, шипы и острые ветви. Ловушка натуральной древесной оказалась сродни ями со змеями, что ползали по ней, извиваясь своими отвратительными лазурными телами. Глава 558. Будет сбит с ног, но не окажется повержен. Часть 3. Боевой древень закопался под землю, но не прекратил сражаться. Более того, когда волки 9 ранга начали рыть землю, пытаясь достать его, он начал тайно подготавливать огромную ловушку натуральной древесной. Размеры ловушки достигли сотни метров в диаметре. Это оказалась огромная дыра. Почти 20 ужасающих волков попали в нее и были схвачены яростными корнями древня, а затем их затащило на дно этой смертоносной ямы. Групповое убийство. Кровавые шипы натуральной древесной. 15 волков высокого уровня 8 ранга. Трое из них были с легкостью пронзены ядовитыми корнями, отравившими волков. И мало того, что этот яд изрядно снизил жизненную силу их тел, корни начали высасывать то, что осталось. Каждую секунду яд в их телах сжигал по 5% жизненных сил, а поглощение жизни высасывало почти 20%. Попавшие в ловушку волки скорбно взвыли. Тела некоторых из них вскоре иссохли, и питомцы погибли в ловушке натуральной древесной. Огромная 100-метровая ловушка. Беспощадные кровавые корни, древесные шипы, ядовитые ветви и пронзенные трупы волков. Больше напоминая змеиное бедствие, эта лазурная ловушка покрылась ручьям крови. Вскоре ужасающие волки были поглощены ею, превратившись в жизненную силу боевого древня. Абсолютно каждый зритель был изумлен этой развернувшейся на его глазах шокирующей сценой. После того, как появился псевдомонарх 10 ранга, все внимание было сосредоточено на волках, чучине и двух его питомцах, громовом звере ночных грез и мое. Никто и подумать не мог, что во время сражения с волками 9 ранга дьявольский боевой древень скроется под землей и создаст в ней такую удивительную ловушку натуральной древесной. Находясь в совершенно невыгодном положении, ему удалось стать создателем столь неожиданной сцены. Жизненная сила 18 волков оказалась высосана, и в итоге осталось не более 20 волков, со страхом перемещающихся вдоль ловушки. Это демонстрируемое им жуткое спокойствие. Шанхэн больше не мог найти слов, которые могли бы описать поведение чуму. В ситуации на грани жизни и смерти, в столкновении против волка 10 ранга, он все равно способен контролировать действия своего боевого древня и приказать ему создать сложную ловушку, одновременно сражаясь. Его проницательность воистину ужасает. Когда Чжанхун увидел это, он лишился дара речи. С его лица не исчезла мрачность, но в его глазах мелькало множество эмоций. Они не скрывали того шока, который он почувствовал в этот момент. Энергия разрушительного луча и волна сферы грез упали с неба на ослабших ужасающих волков. Очень быстро еще один волк 9 ранга пал под ударом громового зверя. Этот питомец чуму не очень искусен в групповых боях, но у него отличная реакция и очень точные атаки. В хаосе сражения умение выносить раненых существ его самая опытная способность. Завершив внушающую трепет групповую бойню, боевой древень быстро устремился на край поля боя, оставляя за собой длинную вереницу трупов. Его переполняла решимость не допустить того, чтобы ужасающий волк 10 ранга достал его. Атака волка 10 ранга моментально убьет древня, поэтому он решил сбежать как можно подальше от сражения между джаньи и волком 10 ранга. А вуу! А вуу! А вууу! Наконец, волк 10 ранга впал в Дикую Ярость. Высокомерно вскинув голову к небу, он завыл. Дикая волчья аура пронзила арену, быстро окутцев джаньи. Чуму видел, что ужасающий волк готовит технику, но не приказывал джаньи отступать. Напротив, он приказал ему столкнуться с волком, в надежде на то, что ему удастся прервать эту технику. Джаньи легко поддался ауре ужасающего волка, и когда последний закончил выть, вокруг него появилась дюжина шестиметровых злобных силуэтов волков, насквозь пропитанные звериной аурой. В момент замешательства силуэты волков атаковали, скрестив острейшие волчьи когти в одной точке. Пространство исказилось под давлением пламени, земля покрылась десятком глубочайших трещин, у которых не было видно дна, и шторм когтей обрушился на тела Джанье. Этот вид техники многократно превосходил обычные, безупречная и неповрежденная черная броня Джанье была уничтожена внезапными атаками когтей, и питомец снова превратился в бесформенную кучу кровоточащего мяса. С последней атакой Джанье рухнул. Дюжина силуэтов волков снова стали одним волком 10 ранга. Окровавленный Джанье лишился всей своей брони, у него не было возможности использовать шипы черной брони. Его беспомощной тушке оставалось только ждать своей участи, быть растоптанным ужасающим волком. Раскрыв пасть с увеличившимися в ней окровавленными клыками. Волк кинулся вперед, готовясь выдать мощный кусь, разрывающий само пространство. Броня кристального камня. За миг до того, как волк разорвал Джанье на две части, чуму едва успел использовать на мое защитную технику 7 ранга. Она помогла в какой-то степени снизить силу атаки волка. ССС ЛААА. Техника волка порочный пожиратель прервалась. Броне кристального камня едва удалось спасти Джанье от мгновенной смерти. На теле питомца появилась еще одна серьезная рана, от которой у зрителей волосы дыбом встали. Чуму верхом на ночи устремился ужасающему волку. Густая тьма контроля ночи не даст волку сразу узнать, куда атаковать и, таким образом, они купят Джанье время для использования восстановления. ААВУ. Острое обоняние ужасающего волка быстро раскрыло ему местоположение зверя. Словно бог смерти он с диким зеленым огнем, в глазах взирал на чуму. Громовой зверь тут же использовал ночной танец и быстро растворился во тьме. Шуа. Когти ужасающего волка вновь прошлись по чуму и ночи, оставив глубокую рану на ноге громового зверя. Снова пролилась свежая кровь. Увидев эту сцену, у зрителей дыхание сперло. Будь чуму чуть ближе, и атака определенно убила бы громового зверя. То есть они только что вырвались из когтей смерти. Хау-хау-хау. Воспользовавшись подаренным громовым зверем временем передышки, тело Чжанье покрылось слизью. Очень быстро на нем выросла броня. За короткий промежуток времени, Чжанье снова возродился, полностью вернул себе жизненные силы и боевую мощь. Эссен снова все зажило полностью и исцелился. После того, как эффект ночного контроля пропал, зрители были шокированы видом полностью восстановленного Мое, его блестящая броня была как новая, вынуждая людей усомниться в том, что видят их глаза. Этот боевой зверь Мое слишком ненормальный. Это самый живучий питомец, которого я когда-либо видел. Люди были шокированы Мое, изначально покинувшие свои места и двинувшиеся к выходам с арены. Они начали возвращаться, потому что стали чувствовать, что этот бой еще не закончился. Настолько грандиозный бой. Этот молодой человек, который превосходил ранги, собирается получить высшую награду первой сферы, о которой мечтают все молодые люди. Время невольно текло дальше и прошло целых 40 минут. Публика, которая все еще была в шоке, просто не способна была осознать, что эта четвертая волна звериного побоища, которая была танцем со смертью, продолжалась целых 10 минут. Еще через 10 минут молодой человек на поле боя выполнит самую сложную задачу второго класса и завершит никогда прежде незавершаемый вызов в чести звериного побоища второго класса. Последние 10 минут арена пребывала в аномальной тишине. Зрители были слишком заняты, чтобы отрываться на разговоры друг с другом. Они пристально следили за боем. Люди боялись, что после очередного ранения Мое больше не встанет. Но они же пребывали в огромной надежде, что он сможет встать на ноги и с невероятным боевым духом продолжить борьбу с этим непобедимым противником. На пятом восстановлении зрители оказались полностью поражены этим боевым зверем Мое. Впервые в своей жизни они видели настолько решительного и упорного духовного питомца, переполненного рвением продолжать сражаться. Неважно, как и сколько раз он был травмирован, не обращая внимания на количество потерянной крови, он всегда поднимался. Он воодушевленно ревел, чтобы продемонстрировать всем. Да, я маленький, но у меня сильная душа и гордое достоинство. В конечном счете, все пришли к ошеломляющему выводу. Этого питомцам можно свалить, но невозможно победить. Его сердце непоколебимо. До тех пор, пока он способен подняться на ноги, он продолжит сражаться. Яд от шипов черной брони снова проник в тело волка 10 ранга. Этот бой длится уже 48 минут. Пройдя через шестье восстановление, Мое снова ранил ужасающего волка, отбросив его на десяток метров. Хуахуахуахуахуахуа ранение ужасающего волка вызвало вспышку возгласов среди затихших зрителей. Две последние минуты отделяют их от того, чтобы стать свидетелями рождения чуда в вызове чести первой сферы битвы за царство. Две минуты. Осталось всего две минуты. Четвертый брат собирается стать человеком высшей чести в раунде звериного побоища первой сферы. Оба брата Чуму, Чусин и Чунин кричали от возбуждения. Высшая награда в сфере. Это будет доказательством его силы, способной потрясти весь мир. У него больше нет другой возможности восстановиться. Вплоть до этого момента он прошел через кровавое сражение, и больше не имеет права на ошибку. Чуму, ты первый человек такого возраста, способный заслужить мое восхищение. Возбужденно орал Еваншин. Еваншин был страстно увлечен духом Чуму и сейчас больше всего на свете желал оказаться на его месте. Случись это, и тогда его мастер заплакал бы от счастья. Глава 559. Песнь победы Чуму верхом на громовом звере приземлился на арену. Сделало это не потому, что снизил бдительность из-за скорой окончания сражения. Напротив, он стал еще серьезней, ведь понимает, что у ужасающего волка есть одна страшная техника, трансформация кровожадного берсерка. Громовой звери боевой древень командной работой убили оставшихся волков, поэтому сейчас против них осталось только псевдомонарх. Множество трупов источало кровавое зловоние, и ужасающий волк 10 ранга, будучи стимулированным этой вонью, стал окутываться ее густой аурой, постепенно поглощая телом. Его глаза покраснили, во все стороны стала распространяться демоническая аура, непрерывно поглощающая кровавую ауру. Сидящие высоко над ними зрители отчетливо чувствовали ее. Чуму запретил Чжанье использовать храброе сердце, так что он до сих пор оставался на 8 ранге. Как только волк завершит трансформацию, разрыв в их силе достигнет 5 ступеней. В такой ситуации Чжанье не выдержит и двух атак. Последние две минуты самые опасные. Крики на арене постепенно стихли. Люди стали осознавать, что сила волка увеличилась, и также они поняли, что за спиной Чучина и его питомцев затаила смерть. Возможно с того момента, как волк начнет атаковать, пройдет всего минута, и Чучин с питомцами будут мертвы. Это звериное побоище полностью завлекло сердца нескольких десятков тысяч людей. Каждое изменение, каждый опасный момент боя отзывался учащенным сердцебиением зрителей. Каждый затаил дыхание, и складывалось впечатление, что они не выдохнут, пока не истекут оставшиеся минуты. Наконец, трансформировавшийся ужасающий волк атаковал. В этот раз он кинулся на Чжанье, истратившего всю энергию восстановлений. Под его лапами трескалась земля, и по одному этому можно было представить, какой шокирующей силой обладает волк 10 ранга. Боевой древень, броня натуральной древесной. Чуму немедленно заставил древня использовать на Чжанье защиту. Древню не нужно зачитывать заклинания, чтобы использовать техники, иначе, из-за скорости атаки волка, защитная техника просто не успела бы достичь тела Чжанье вовремя. Натуральная древесная лазурного цвета стала обхватывать черную броню Чжанье, покрывая его тело и добавляя еще один слой защиты. В 50 метрах от Чжанье ужасающий волк ускорился, от него остался лишь ослепительный кровавый силуэт. Как только она миновала Чжанье, развернулась шокирующая сцена. Тело Мойе было подброшено в воздух, примерно на 20 метров, и до того, как он успел среагировать на земле, в 100 метрах друг от друга, неожиданно появилось два ужасающих волка 10 ранга. Нацелившись на подброшенного в воздух питомца, они резко взмыли вверх, разменувшись ровно возле Чжанье. Шуа-шуа. Мелькнули страшные кровавые когти, за которыми тянулся стометровый след. И в том месте, где этот свет упал, натуральная древесная была полностью уничтожена. Не выдержала и черная броня Чжанье. Упав на спину Чжанье, они оставили на ней окровавленные, очень глубокие раны. Эта сцена не могла не заставить зрителей вдохнуть глоток воздуха. Тем не менее, атака ужасающего волка на этом не закончилась. Когда Чжанье упал, два кровавых волчьих когтя снова пересеклись, и еще два удара приземлилось на Чжанье. Чуму был в шоке. Эта техника с несколькими последовательными атаками. Если Чжанье продолжит принимать их, он погибнет. Ночь, разрушающий луч. В этот критический момент Чуму не посмел колебаться и отдал приказ громовому зверю ночных грез. Луч не сможет нанести урона волку, вот только он бил в Чжанье. Бах! Разрушительный луч взорвался рядом с Чжанье, и ударная волна отбросила его, позволив в последний момент уклониться от последовательной техники ужасающего волка. Чжанье, быстро прими это. Вытащив из пространственного кольца лекарства восемь ранга, он точным броском отправил его в Чжанье. Чжанье прямо в воздухе поймал его, а затем наклонился и приземлился на землю. Вцепившись когтями, он как мог смягчил импульс удара. Способность Чжанье к восстановлению была чрезвычайно сильна и, под эффектом исцеляющего лекарства восьмого ранга, четыре глубокие раны постепенно стали закрываться, а кровотечение и вовсе моментально остановилось. Наблюдать за сражением лидера гораздо труднее, чем умереть несколько раз. Чжанье вспотел, наблюдая за Чуму. «Впервые я узнал, что своей атакой можно спасти жизнь своего питомца», — сказал Шанхэн, словно научился чему-то новому. Тин Лань держала руки на груди, словно в страхе, что ее сердце вот-вот выскочит. Ее глаза были полны беспокойства и переживаний, она неотрывно смотрела на Чуму. Девушка до смерти боялась, что с ним случится что-то неожиданное. Аааааау. Внезапно глаза ужасающего волка сосредоточились на боевом древне. Этот питомец не очень хорошо уклоняется, а двойной жизненной энергии явно не хватит, чтобы выстоять под ударами ужасающего волка. В тот момент, когда последний решит атаковать его, боевой древень умрет. Дьявольский боевой древень — вернись. Признав опасность, чуму не колебался, произнес заклинание и отозвал древня в пространство духовных питомцев. Ужасающий волк начал атаку, но, когда понял, что древень уже исчез, начал скользя по земле тормозить. Повернув голову, его кровавые зрачки остановились на громовом звере чуму. Аээ-ву-у, снова мелькнул кровавый силуэт, но в этот раз волк атаковал громового зверя. Контроль ночи уже закончился, поэтому громовой зверя слаб, так что любой из ударов волка убьет его на месте. СС-ла, мелькнула атака ужасающего волка. Ни громовой зверь, ничему не смогли увернуться. Когти разорвали их на части, это было слишком ужасное зрелище. В этот момент, арена погрузилась в крики множества людей. Это была неблокируемая атака. В последний момент он, в конечном счете, попал под когти ужасающего волка. Ецинь Цзы слишком сильно, до крови закусила губу. Чусин и Чунин резко подскочили со своих мест. Руки Тин Лань с силой сжали грудь, в которой бесновалось сердце. Наблюдающий со стороны холодным взглядом Шенни Чинь злорадно усмехнулся. Кровавя сцена повлияла на эмоции множества людей. Как только случилась эта трагедия, они ожидали крови. И лишь старшие поколения оставалось спокойным. Выражения их лиц ни капли не изменились. Раздался отчетливый хруст, когда когти ужасающего волка разорвали тела чуму и громового зверя на куски. На первый взгляд их порвало в клочья. Не уцелели даже головы. Однако, при более подробном рассмотрении, все неожиданно обнаружили, что из кусков тел не пролилось ни капли крови. И в этот момент люди с удивлением поняли, что фигуры чуму и громового зверя больше похожи на отражения в воде, разорванные брошенным в него камнем. Они совершенно не были похожи на тела из плоти и крови. Отражение грез Ужасающий волк атаковал отражение чуму и громового зверя. Отражение грез было техникой сферы грез, которую ночь смог освоить после того, как чуму использовал для его усиления духовный предмет за 200 миллионов золотых. Эта техника сферы грез делает отражение реальностью. Если бы волк был в нормальном состоянии, то с его силой он бы смог увидеть сквозь эту технику. Тем не менее, Ужасающий волк сейчас был в трансформации кровожадного берсерка, его мудрость и интеллект сильно помутились от желания убивать, вследствие чего рационально мыслить он был не в состоянии. В таком состоянии он ни за что не смог бы увидеть сквозь эту технику громового зверя. Сейчас чуму не хватает времени, и это отражение грез в данный момент было использовано просто идеально. Когда Ужасающий волк начал свою последнюю атаку, чуму по грани, но весьма красиво удалось увернуться от опасности. Старшие поколения легко разглядело отражение чуму и его питомца, так что их выражения не изменились. Но в их взглядах мелькало одобрение. Молодое поколение из-за расстояния не могло увидеть сквозь технику. Поэтому, когда они увидели, что Ужасающий волк разорвал лишь отражение, вся арена разом вздохнула с облегчением, с их плеч словно упал груз. Ециньцзы быстро вытерла кровь с губ. Увидев истину, ее сердце дрогнуло, и она почти заплакала. У Чжачина и Шанхана были весьма смешные выражения лиц. Они понятия не имели, какие подобрать слова, чтобы описать муки в их сердцах после того, как стали свидетелями того, как чуму презирает опасность. Ха-ау-у. В последнее мгновение Боя Чжанье смело прыгнул и, воспользовавшись тем, что ужасающего волка настигла отдача использования трансформации, он с яростью врезался в его бок. В тот же момент по волку ударил разрушительный луч, сбил его с ног и отбросил еще дальше. Из центра арены его фактически запустили на самый ее край, где он и рухнул на землю. Ужасающий волк не был побежден. Это безумное существо изо всех сил пыталось встать и сердито взревело на чуму. Тем не менее, чуму уже достиг необходимого времени. Время вышло. Битва закончилась. Отзовите питомцев. Долгожданные колокола победы наконец-то зазвонили. Рядом с Чжанье и громовым зверем медленно появился чуму. Битва закончилась. В этот момент в глазах чуму появился победный блеск, а на губах заиграла счастливая улыбка. В глазах тех, кто болел за него, эта улыбка была переполнена безграничным сиянием и очарованием. Крепко запечатлев ее в своих воспоминаниях, люди испытали целую гамму эмоций. Пребывая в шоке, они аплодировали ему. Это было рождение чуда. Молодой человек третьего класса, который превзошел свой класс, возможно, только что получил высшую награду первой сферы. Глава 560. Объятие после боя. Взволновав сердце красотки, Аренус отрисали крики нескольких десятков тысяч людей. Их шум был громоподобен. Воистину невероятная сцена. Он долгое время не успокаивался. Судьям пришлось ждать, пока волна криков постепенно не уляжется, прежде чем объявить результат звериного побоища. Задача вызова чести усложняется с каждой волной, и четвертая, самая проблемная. В ней выпускается духовный питомец, которого трудно убить экспертом второго класса. Для того, чтобы занять более высокую позицию в рейтинге, необходимо держаться как можно дольше. С 30-й минуты ему удалось пройти по самому краю, избежать смертельной опасности, и через кровь и пот, из раза в раз преодолевая себя, закончить этот крайне опасный вызов в чести. Это требовало не только храбрости и силы и воли, но и уверенности в необходимости сражаться, что вызвало уважительные вздохи даже у взрослого поколения. Наконец судья огласил итоги сражения. В этот момент, тысячи взглядов сосредоточились на Чуму. Они смотрели на зарождающееся чудо, и задавались вопросом, как этот молодой эксперт поступит дальше. Подойдет ли он к ним, или с честью вернется к месту отдыха. Но вскоре они поняли, что этот невероятный молодой человек, покрытый ранами, но с невероятной статью, идет к местам духовного дворца. Чуму не направился в зону отдыха. Вместо этого он, к замешательству остальных, подошел к красивой девушке. Циньцзы, мне придется вновь побеспокоить тебя исцелением моих духовных питомцев. Выдавив из себя улыбку, сказал Чуму, его черные глаза не сводили взгляда с Ециньцзы. Ециньцзы не знала, что ответить этому беззаботному парню. Он не стал утруждать себя дальнейшим нахождением на поле боя, какими-либо попытками доказать что-то этим десяткам тысяч людей. Вместо этого он просто подошел к ней и произнес очень простую фразу. Действия Чуму заставили ее сердцебиение ускориться. Она знала, что Чуму после боя не будет думать о какой-то там награде. Он будет думать о своих питомцах, которые сражались за него в этой кровавой и очень трудной бойне. Таков он. Однако сейчас в его глазах девушка видела совершенно иные эмоции. Ему не нужно было слов, все было видно в его взгляде. Его глаза говорили ей, что он смог получить высшую честь и награду первой сферы, а значит он сможет получить и высшую награду девятой сферы. Он выполнит ее невысказанное желание. Глаза Ециньцзы стали влажными от слез. Когда она подумала о той душераздирающей боли, нахлынувшей на нее в момент разрушения отражения грез, а затем встретила решительный взгляд мужчины напротив нее, в ее сердце внезапно возникло горячее и непреодолимое чувство. Глядя ему в глаза, она чувствовала себя слегка ослепленной. В них было что-то еще, что вынудило ее отвести взгляд. Она больше не могла так смотреть на Чуму. Циньцзы, в чем дело? Чуму видел, как Ециньцзы смотрит на него, но почему-то не отвечает. Он почувствовал в ее взгляде нечто, чего не смог понять, поэтому решил спросить. Чуму не понимал, о чем думают женщины. Видя ее такой, он не знал, что делать. В результате, он лишь покачал головой, на его холодном лице появилось столь редкое для него нежное выражение, и он сказал. Если это затруднит тебя, я исцелю их сам. Стоящий рядом Еваншин, услышав Чуму, преувеличенно топнул ногой, ударил себя в грудь и закричал. Идиот, да воспользуйся же этим мгновением оттепели и быстро обними ее. Думаешь, подобная возможность появляется постоянно? Чуму был ошеломлен и не знал, что делать после того, как Еваншин отругал его. Он действительно хотел обнять Ециньцзы, но его тело и одежда были в крови, и он посчитал это неуместным. Однако после слов Еваншина он принял быстрое решение. Это и правда редкая возможность обнять ее. Ециньцзы пришла в себя, и впилась взглядом в Еваншина, подбивающего другого на странные действия. Быстро вытерев края глаз, она тепло и изящно улыбнулась и произнесла. Предоставь мне своих духовных. Но на полусловии в ее в голову вдруг ударил запах мужчины и крови. И тут же она оказалась в широких мужских объятиях. Чуму уже не волновало то, что Ециньцзы сейчас может трезво мыслить, он просто искренне обнял ее. Несмотря на то, что он обнял ее лишь за плечи, это выглядело как объятие со старым другом. Для Ециньцзы, всегда окутанной и отталкивающей других аурой, это было более двусмысленно. Это действие заставило ее смутиться. Чуму, который только что закончил свою битву, находится в центре внимания десятков тысяч людей. Эти объятия, несомненно, дадут этим наслаждающимся зрелищем людям прекрасный повод подбодрить чуму еще сильнее. И когда истребитель зверей, так называют тех, кто выступает на побоящих зверей, обнял красотку, арена погрузилась в теплые крики и аплодисменты. Быстро, отпусти меня, Ециньцзы совершенно покраснела. Ее красивое и очаровательное лицо сейчас было застенчивым, волнительным и слегка не сдержанным. Она была настолько смущена, что хотела сбросить этого парня обратно на арену звериного побоища. На глазах у десятков тысяч людей. Она повторила бы это вновь, как в том небольшом темном лесу, но не хотела, чтобы ее так крепко обнимали на глазах у стольких людей. В любом случае, она была девушкой, и независимо от того, насколько спокойной она обычно была, ей было стыдно, и теперь она не могла поднять лица. Е Вань Шин поднял большой палец и явно наслаждался этой маленькой катастрофой. Шан Хэн и Чжа Чин хотели поздравить Чуму, но увидев эту сцену, они тактично остались в стороне. Они смотрели на все это с большим удовольствием. Тин Лань собиралась встать со своего места, но быстро отказалась от этой идеи. Вместо этого она решила понаблюдать за Чуму и Ециньцзы. Неподалеку уголки губ принцессы Цзиньжау под вуалью дрогнули и загнулись легкой дугой. Но это выражение нисколько не раскрывало мысли в ее сердце. У сидящего еще дальше Шен Ничина было мрачное лицо. Взмахнув рукавами, он отвернулся. Чем более женщина была недостижима, тем больше мужчина с амбициями желает ее. Лично став свидетелем того, как Ециньцзы попала в объятия другого мужчины, особенно того, против кого у него была кровная месть, Шен Ничин почувствовал, что его внутренности вот-вот взорвутся. Но он не мог позволить другим увидеть, как он теряет самообладание и спокойствие. Это выставит его в невыгодном свете, он будет выглядеть незрелым, поэтому молодой человек с тяжелым от обиды сердцем оставил арену. Продемонстрировать всю свою силу в первой сфере ты и правда глупец. Скоро я заставлю тебя понять, насколько ты скудаумен. Поэтому пока что я позволю тебе насладиться моментом гордости. Уходя, пробормотал он так, чтобы никто не услышал. Ты до сих пор не отпустил меня. Наконец, Ециньцзы больше не смогла выдержать обжигающих взглядов стольких людей. Для нее было неуместно оттолкнуть чуму, поэтому она изящно придавила своей маленькой ножкой ступню чуму. Почувствовав боль, чуму выпустил из своих объятий ее мягкое и гибкое тело. Придурок, зыркнув на чуму, лицо Ециньцзы из-за смущения стало еще краснее. Так она стала выглядеть настолько очаровательно, что из головы чуму вылетели все мысли. Обозвав его, девушка не смогла оставаться под взглядами стольких людей и секунды дольше. С красным лицом она торопливо покинула арену. Она была взволнована и не хотела видеть других. Я лишь дал небрежный совет. Никогда бы не подумал, что ты действительно это сделаешь. А ты смелый. Но держи мой дружеский совет, Ециньцзы, когда расстроена, намного страшнее, чем псевдомонарх 10 ранга. Поэтому, Чучин, тут ты сам по себе. Рассмеявшись, произнес Еваншин и похлопал чуму по плечу. После этих слова главный зачинщик быстро скрылся вслед за Ециньцзы. Толстокожий чуму лишь улыбнулся, когда увидел, как Ециньцзы от волнения сбежала. Он выглядел так, будто ничего не сделал. Ециньцзы не стала перекладывать вину чуму на его питомцев и сделала все возможные, чтобы помочь ему исцелить их. Тем не менее, на протяжении всего процесса исцеления Ециньцзы оставалась рассерженной на него и ни словом не обмолвилась с парнем, заставляя его чувствовать себя немного неловко. Ециньцзы не расстроилась из-за объятий чуму. Все было бы нормально, если бы там никого не было, или они уже покинули арену. В лучшем случае она была бы смущена, но в сердце была готова к этому. Но чуму послушал подначки ее брата. Сделать это на виду у стольких людей, лишь думая об этом она чувствовала, как растет ее температура и розовеет бледно-белая кожа. Что касается чуму, он понятия не имел, что происходит. Он думал, что Ециньцзы была зла из-за того, что он вообще обнял ее. Поэтому он полностью игнорировал проблему ситуации, и даже если бы он признался, что был слишком импульсивным, это было бы бесполезно. Он мог только пытаться разговорить эту ледяную красотку, пока та исцеляла его питомцев. Чжанье восполняет по одному восстановлению в день, поэтому на то, чтобы привести его в полную боеготовность, уйдет шесть дней. Битвы в рамках первой сферы продлятся много дней, поэтому чуму не нужно беспокоиться о том, что у его питомцев не будет достаточно времени для восстановления. На десятый день прорыв первой сферы, наконец, пошел к концу. За эти десять дней бесчисленное количество молодых парней и девушки, преисполненных страстью и энтузиазмом, были уничтожены первой сферой. Еще больше уверенных в себе людей прошли через жернова боев, были избиты и изранены в них. И лишь использовав всю свою боевую мощь, они едва смогли прорваться через сферу. И было много тех, кто понес огромные потери, вплоть до собственной жизни, бросая вызов чести первой сферы. Битва за царство не знает пощады. На первом месте в ней всегда находится сила. Пройдя через первую сферу, десятки тысяч молодых экспертов глубоко поняли, что их сила далека от возможности утвердиться под небесами. Им нужно было еще много тренировок и усилий. Тем не менее, несмотря на огромное количество исключений, все равно была небольшая группа людей, которые завершили первую сферу, демонстрируя выдающуюся силу и умение, получив честь встать в один с лучшими экспертами, оказаться там, куда мечтают попасть все. Именно каждого из этих людей были запечатлены в огромном камне рейтинга. Этот камень возвышается в самом центре главной площади Тинься. Он могуч и величественен, преисполнен превосходством и излучает ауру древней истории. Это был рейтинг Тинься. Глава 561. Вторая сфера. Охота в священном регионе. Часть 1. Рейтинг Тинься делится на три части. Левый столбик состоит из имен дрессировщиков первого класса, заслуживших награду первой сферы. Средний состоит из имен дрессировщиков второго класса, также заслуживших награду первой сферы. Каждый столбец представлял собой раунд прорыва сферы, а каждая строка – рейтинг имени. Для дрессировщика высшая честь обнаружить свое имя среди этих строк и столбцов. И большинство старается приложить все свои силы, чтобы их имя оказалось на этом камне, хотя бы в самом низу. Эксперты рейтинга Тинься. Это была честь и возможность получить печать чести от организаторов битвы за царство. Люди с этой печатью обладают прозвищем молодежь ранга Тинься, и независимо от того, в какое царство они отправляются, они получат почет и уважение. Многие фракции откроют перед ними свои двери, и они будут обладать силой и властью, которая и не снилась остальным. Поэтому, когда рейтинг Тинься был подготовлен, площадь заполонила бурлящие от волнения толпа. Бесчисленное множество молодых экспертов хотели знать, смогут ли они появиться в рейтинге, о котором мечтали шесть лет. Даже те, кто знал, что их имена не окажутся в рейтинге Тинься, все равно пришли сюда. Они хотели посмотреть, есть ли там кто-нибудь, кого они знают или тот, кем восхищаются. Ты помнишь человека третьего класса, который бросил вызов высшей награде второго класса? Давай посмотрим, занял ли он первое место в рейтинге Звериного побоища. Многие люди помнили шокирующую битву, развернувшуюся десять дней назад, и их взгляды упали на рейтинг Звериного побоища. Его бой был самым выдающимся. Тем не менее, он не смог убить ужасающего волка десять ранга. На восьмой день девушка номер один палаты духовных питомцев Сюицин убила всех питомцев на поле боя. Поэтому высшая честь второго класса должна принадлежать ей. Подняв взгляд, люди, как и ожидалось, нашли на первой строчке имя Сюицин из палаты духовных питомцев. Сюицин? Почему я никогда не слышал имени этого человека раньше? Неужели у палаты духовных питомцев действительно есть такая девушка? Множество пришедших из любопытства стали задаваться вопросом, кто она. В сотне метров от рейтинга Тинься в толпе стоял Чуму. Он смотрел на свое золотое имя в рейтинге Звериного побоища. Уголки его губ поднялись. Это было в пределах его ожиданий. Чуму уже знал, что на восьмой день появилась девушка, которая одолела всех духовных питомцев в вызове чести Звериного побоища. Второе место – Чучин из Духовного дворца. Значит ли это, что сила Сюицин выше силы Чучина? Люди стали обсуждать рейтинг Чуму и Сюицин. Не обязательно. Я слышал, что настоящие эксперты не используют всю свою силу в первых сферах. Все видели в том зверином побоище, что Чучин контролировал лишь трех питомцев. Хотя все думают, что он призвал всех своих главных питомцев, он определенно что-то скрывает. Эта Сюицин одолела всех питомцев с контролем четверых питомцев. Ее сила не обязательно выше, чем у Чучина. Слушая толпу, Чуму пришел к большему пониманию. Кажется, его догадки верны. Определенно во втором классе есть скрытые эксперты, такие как, например, Эта Сюицин, которые ранее никогда не появлялись на публике. Эти люди имели силу намного выше его. Я помню, что слышал имя Сюицин три года назад. Она внезапно появилась и победила самого сильного дрессировщика палаты духовных питомцев третьего класса, Джоу Цинсина. В те времена она потрясла многих молодых экспертов города Тинься, но после о ней не было никаких вестей. Спустя три года о ней все забыли. Я никогда не думал, что эта талантливая девушка появится вновь спустя три года. Более того, она оказалась на ключевом первом месте рейтинга Тинься, сказал Шанхэн, который пришел с чуму взглянуть на рейтинг Тинься. Шанхэн не использовал всю свою силу в первой сфере, и лишь условно оказался в рейтинге Тинься. Его имя мелькало в середине списков. За сколько она закончила звериной побоище? Спросил чуму. Закончив свой прорыв сферы и вызов чести, чуму окунулся в тренировки своих питомцев. После этого он не обращал внимания ни на одно соревнование. 45 минут. Она должно быть призвала всех своих главных питомцев. В противном случае, было бы очень трудно завершить в столь короткое время. Чучин, хоть ты и не первый, но первые три места по-прежнему самая высокая честь. Кроме того, тебе положено 250 миллионов награды, сказал Шанхэн. Для чуму эти 50 миллионов не столь болезненны. Сейчас он сильнее заботился о том, что по мере протекания битвы за царство из-за кулис начнут появляться истинные эксперты второго класса. Чуму планировал сохранить эти 250 миллионов, получить награду второй сферы, чтобы накопилось примерно 500 миллионов. Тогда он сможет купить нужный ему духовный предмет и развить древесный атрибут боевого древня. Это поднимет его видовой ранг с монарха низкого класса до среднего класса. Его боевые возможности в массовых сражениях и мощные способности к контролю толпы имеют первостепенное значение для чуму, особенно в ситуациях, когда он не может призвать моси или белого кошмара. Есть вероятность, что чуму придется раскрыть всю свою силу в ранних сферах. В подобной ситуации дьявольскому боевому древнюю ночи, Джанье и призрачному королю необходимо быстро увеличить свои силы. Тогда у него будет шанс постоянно получать высшие награды в нескольких начальных сферах. Накопив награды, он сможет помочь своим питомцам прорваться на девятый ранг и, возможно, даже на высокие уровни. Он стремится к тому, чтобы по окончании битвы за царство все его питомцы достигли девять ранга. После этого он посвятит всего себя тому, чтобы его питомцы достигли десять ранга и своего идеального развития. На одиннадцатый день, наконец, начались битвы прорыва второй сферы. После первой сферы выбыла примерно треть участников. Поэтому, несмотря на то, что в прорыве второй сферы участвовали десятки тысяч людей, их на самом деле стало значительно меньше. Особые правила битвы за царство вынуждают только что прорвавшихся через первую сферу экспертов долго ждать следующего. У каждого человека есть область, в которой он преуспевает. Например, те, кто часто тренируется в дикой природе, надеялись, что им выпадет охота, преодоление одного из миров или раунд убийства повелителя, например, главного питомца региона. Те, кто предпочитает бросать вызовы дрессировщикам разных царств, регионов и город, надеялись, что им выпадут бои один на один, вызовы или раунды на выбывание. Дрессировщики, наслаждавшиеся стилем раундов волны, обрадуются звериному побоищу раунда прорыва или защиты сферы. Чуму, вероятно, попадает в категорию экспертов, часто тренирующихся в дикой природе. И к его счастью во второй сфере ему выпало то, в чем он лучший – охота. Чуму некоторое время назад стал способен охотиться на питомцев класса монарх. Многим экспертам второго класса сложно добиться такого. Сейчас же, когда его сила увеличилась еще больше, охота стала для него крайне выгодным раундом. Похоже, у тебя появился шанс получить награду второй сферы. Увидев улыбку Чуму, Тин Лань беззаботно рассмеялась. Она знала, что этот парень очень уверен в своих навыках охотника. Будем надеяться, что это не охота на духовных питомцев в водном или воздушном регионе, сказал Чуму. У Чуму до сих пор нет питомцев крылатого или водного типов. Если организаторы потребуют от него поймать питомцев в водном или воздушном регионах, для него это обернется трагедией. В охоте множество различных регионов, можешь просто не выбирать их. Ты член третьего класса, так что можешь выбрать сложность боец. Столкнувшись с тяжелым регионом, никто не станет обвинять тебя в том, что ты обратишься к третьему классу и получишь там высшую награду. Там она, к слову, 100 миллионов, с легкой улыбкой сказала Тин Лань. 100 миллионов слишком мало. Первые 30 человек во втором классе заработают больше, чем высшая награда во втором классе, сказал Чуму. Тогда тебе надо подумать над этим, я должна принять участие во враунде на выбывание второй сферы. Ты посмотришь на мои бои? Тепло улыбнувшись, Чуму спросила Тин Лань. Конечно, я приду посмотреть. Мой прорыв сферы начинается завтра, сказал Чуму. Раунды на выбывание традиционны для битвы за царство. Несколько тысяч участников должны принять в них участие, они будут сражаться друг с другом до исключения. Для первого класса одна группа, для второго, вторая, и последняя для третьего. Все три должны будут пройти через отборочные соревнования. У каждого класса три отборочных сражения с противниками. Две победы и одно поражение будет засчитано как прорыв сферы. И если кто-то хотел получить награду и занести свое имя в рейтинг Тиньса, то можно принять участие в полуфинале. Тин Лань получила высшую награду первой сферы и намерена сделать это во второй. Ее зверь Ленин уже достиг 9 ранга. По оценкам Чуму у нее, скорее всего, три монарха среднего класса 9 ранга. Вероятно, в раундах на выбывание для нее не составит труда получить высшую награду второй сферы. Тин Лань не очень хороша в тренировках в дикой природе, но в этом виде соревнований. Судя по всему, она уверена. После того, как Чуму посмотрел несколько боев Тин Лань, он начал собирать различные лекарства для исцеления, восстановления и детоксикации в рамках подготовки к охоте. На второй день Чуму был удивлен. Оказалось, что охота его сферы пройдет на территории Духовного дворца. Однако, когда он понял, что из десятков всевозможных регионов ему выпало охотиться в Божественном регионе Священного Стебля, самым сложным из возможных, он был ошарашен. Божественный регион Священного Стебля. Чуму долгое время хотел постетить его. Тем не менее, он оказался самым сложным среди раунда охоты второй сферы. Глава 562. Вторая сфера. Охота в Священном регионе. Часть 2. Божественный регион обычно считается местом, с уровнем сложности для первого класса. Обычно они бросают в нем вызов чести. Как я знаю, в обычных условиях даже простые эксперты первого класса не выбирают этот вариант из-за слишком высокой сложности. Тем, кто на самом деле желает получить награду первого класса, выигрыш не компенсирует потерь. Произнес руководитель турнира. Сейчас Чуму пребывал в состоянии эмоционального потрясения. Он никогда не ожидал, что у него будет шанс войти в Священный регион так скоро. Он не воспринял ни одного слова из того, что сказал руководитель турнира. Если он сможет призывать четверых питомцев, то он больше не окажется в невыгодном положении против экспертов второго класса. Хоть он и не думает, что на самом деле способен отыскать в Священном регионе своего первого питомца, но у него хотя бы будет возможность отыскать какие-нибудь подсказки. В памяти Чуму возникло прекрасное море цветов. Их красота способна опьянить рассудок человека, заставить его потерять над собой контроль. Что касается той девушки-питомца, она появилась из синего бутона. Чуму не помнит, что это был за цветок, но если он найдет море цветов, то он по памяти отыщет расположение бутона и найдет того духовного питомца, похожего на человеческую девушку. Чуму в этом уверен. Как только он отыщет хоть малейшую зацепку, у него появится надежда восстановить свою первую душу. Это значительно увеличит его силу и избавит от одной из главных тревог его последних десяти лет жизни. Нельзя терять время. Даже если Божественный Священный регион крайне опасен, даже если эксперты первого класса не смеют опрометчиво входить в это место, Чуму принял твердое решение войти в него. Я выбираю Божественный Священный регион. Он непоколебимым голосом ответил Чуму руководителю турнира. Мужчина уставился на него широко раскрытыми от шока глазами. Он долго смотрел на Чуму, прежде чем спросить, «Я что-то не так услышал или вы неправильно расслышали?» Божественный Священный регион – самое тяжелое место сложности монарх. Даже эксперты первого класса не выбирают его бездумно. Но акцент руководителя не заставил Чуму изменить свое решение. Он намеренно повторил свой выбор. «Ты издеваешься?» Этот сопляк настолько безумен, что думает, что Божественный Священный регион – это место, где он может гулять, как ему вздумается. Даже если окраины этого места по уровню сложности не уступают таинственным мирам 10 ранга, и отправиться на охоту в это место он ищет смерти. Когда пожилой дрессировщик, главный судья этого соревнования, услышал об этом, он тоже был шокирован. Вскоре после этого, руководитель турнира привел Чуму к главному судье. «Негодник Чучин, ты уже ходил в Священный регион Связующего ветра. Можно сказать, что уровень опасности этого места не составляет и 10% опасности Божественного региона Священного стебля. С твоей нынешней силой вход в Божественный Священный регион равносилен добровольной отправке во Врата Ада. Я даю тебе возможность изменить свое решение. «Прислушайся к совету этого старика и выберите другой вариант», — сказал пожилой дрессировщик. «Большое спасибо за добрые намерения господина, однако я должен войти в Божественный регион», — сказал Чуму. От злости у главной судьи даже борода затряслась. «Если ты, сопляк, не слушаешься моего совета и ищешь смерти, то этот старик не будет тебя останавливать», — со злостью произнес он. Сразу после этих слов он стал полностью игнорировать Чуму. Взмахнув рукавами, он вернулся на свое место главного судья. Ему было все равно, услышал ли его Чуму или нет, он выполнил свою задачу. Чуму знал, что этот пожилой дрессировщик искренне заботится о нем, поэтому он поклонился главному судье, а после отправился в Божественный регион. Старый дрессировщик посмотрел на удаляющегося Чуму. Когда он понял, что этот негодник все еще собирается в Божественный регион, в сердце он понял, насколько это нехорошо, и потому сразу же направил своих подчиненных к главе Дворца Ю. Может быть он сможет остановиться неразумные действия Чуму. Глава Дворца Ю действовал быстро, но тоже не смог переубедить Чуму. Чуму уже принял решение и не изменит его. Если он не сможет найти никаких следов, то он будет действовать в соответствии с требованиями турнира и схватит духовного питомца, чтобы завершить вызов чести охоты второй сферы. Но если он наткнется хоть на малейший след, он тут же пойдет по нему. Как только все узнали, что Чуму собирается войти в Божественный регион, каждый по очереди пытался отговорить его. Молодой эксперт не способен справиться с опасностями этого места. Даже Лихин, эксперт первого класса, в прошлом посетив это место не смог выйти за пределы внешних территорий Божественного региона. Он в крайне плачевном состоянии был вынужден бежать из него и с тех пор не смеет и шагу в него ступить. Чуму всего лишь эксперт третьего класса. Даже если его сила позволила ему получить высшую награду и честь второго класса, это ничего не значит на фоне региона, в который не смеют войти даже члены первого класса. Такой поступок намного безумнее, чем решение противостоять с тремя духовными питомцам псевдомонарху 10 ранга. Чучен, ты действительно уверен в том, что собираешься сделать? После завершения своего соревнования, Тин Лань поспешно пришла к нему и спросила со всей серьезностью. Чуму смотрел на всех этих людей, собравшихся здесь с видом, словно пришли кого-то хоронить, и не знал, как им объяснить, что при нормальных обстоятельствах он бы выбрал сложность ранга командир, а затем получил бы заслуженную награду. Однако потеря его первой души слишком долго и много мешала Чуму. Потеря этой души слишком огромное препятствие для него, как дрессировщика, и он должен это исправить. Чучен, ты не можешь сделать что-нибудь более нормальное? Произнес Еваншин. Хоть Еваншин сказал это в шутку, его слова отражали чувства сердец каждого из собравшихся. Они действительно хотели узнать, почему Чуму всегда ходит по краю. Может быть он просто не знает, что заигрывания перед Богом смерти всегда оканчиваются одним, он станет его жертвой. Чуму знал, что все искренне заботятся о нем, но он не может объяснить им, что у него есть причина, почему он должен отправиться туда. Он может лишь извиниться перед ними и благодарно поклониться. Без лишних слов он шаг за шагом направился вверх, по золотым ступеням, в сторону врат в неизвестный и таинственный божественный регион. Увидев, как Чуму решительно направился вверх, все были ошеломлены. Они уставились на его удаляющийся силуэт. Для них он был непостижим. Чуму можешь рассказать хотя бы мне? Когда Чуму собирался преодолеть последнюю ступень, в его разум вошел голос Ециньцзы. Она не пыталась остановить его, потому что видела по его глазам, что это секрет, который он не может раскрыть. Ециньцзы прекрасно понимает, что не сможет переубедить этого человека после того, как он принял решение. Более того, она чувствовала, что этот вопрос касается того, что таится в самой глубокой части его сердца. Тем не менее, она хотела знать, что именно вынуждает Чуму идти в этом место, невзирая на риск для жизни. Он идет в Божественный регион, явно зная, что скорее всего умрет. Божественный регион – высший священный регион Духовного дворца. Однако, для молодого поколения это место равносильно аду. Чуму остановился. Обернувшись, он сверху посмотрел в глаза Ециньцзы. В них он увидел гамму сложных эмоций. Горько улыбнувшись, он с помощью духовных исследований сказал ей. Ециньцзы, ты помнишь, как я рассказывал тебе о том, как потерял свою честь 12 лет назад? Сказанное им поразило Ециньцзы, и она напряженно посмотрела на Чуму. Она ведь знает, что этот вопрос лежит очень глубоким и болезненным шрамом на сердце этого человека. Даже если он затянулся, даже если Чуму научился игнорировать его, от этого шрама невозможно избавиться. Твоя первая душа, может быть, твоя первая душа находится в этом божественном регионе? Спросила в ответ Ециньцзы, трепеща от страха. До сих пор Чуму мог использовать только тройной контроль. О том, что он потерял душу, было известно всем в те времена, когда Чуму был королем Острова Заключения. В те времена множество людей Западного царства знали, что король Острова Заключения потерял свою первую душу. Ециньцзы было очень интересно это, но Чуму никогда не говорил с ней об этом. Когда Чуму покорил призрачного короля и был в хорошем настроении, Ециньцзы, наконец, удалось узнать в общих чертах о потере им души. Тогда ей стало известно, что для этого человека уход первого духовного питомца означал не только потерю души. Что важнее, он потерял свою честь. Увидев, что Ециньцзы все поняла, он продолжил. Маловероятно, что сбежавший духовный питомец находится в Божественном регионе, но, если я найду хоть малейший след, я буду преследовать его, пока не отыщу. Тогда я верну то, что потерял 12 лет назад. Даже если она найдет 10 миллионов причин, это не изменит решение Чуму. Ей остается лишь смотреть, как Чуму уверенно идет в место, известное как Ад. Он медленно шагнул к золотому входу Божественного региона. Почувствовав ауру, которая проникает сквозь щели огромной древней двери, он глубоко вдохнул и успокоил свои эмоции до нормального состояния. Он и сам понимает, что Божественный регион опасен. Даже окраины этого места намного опаснее, чем миры девятого ранга. Тем не менее, прошло уже 12 лет, и Чуму больше не может ждать. Золотая дверь медленно открылась в древнем и необычном свете. Из нее на тело Чуму стал лица мягкий солнечный свет. Это подчеркнуло его поразительную фигуру и непоколебимое выражение лица. Не волнуйся, я обязательно вернусь. Чуму обернулся и посмотрел на беспокоящихся за него людей. На его лице появилась улыбка. В свете солнечного света его улыбка показалась очень естественной и непринужденной. Тем не менее, многие в этот момент в своих сердцах посчитали, что видят эту улыбку в последний раз. Они не могли не почувствовать жалость к этому молодому дрессировщику. Божественный регион – место, где и взрослые эксперты могут расстаться со своей жизнью. И лишь Ециньцзы понимала причину, по которой Чуму отправился туда. Только она искренне верила, что Чуму вернется. Глава 563. Сбежавшая человек или питомец. Божественный регион священного стебля. Когда Чуму вошел в это особое пространство, напоминающее регион связующего ветра в том смысле, что оно также является изолированным уголком мира, он не ощутил ауру подавляющей опасности. Напротив, атмосфера вокруг была невероятно мягкой, словно он оказался на отдыхе в простых джунглях. Чуму хорошо знаком со средой, в которую он попал. Оглядываясь по сторонам, он видел лишь самые различные великолепные и красочные растения и деревья. Целый ряд деревьев возвышался над остальными, достигая неба. На таких растениях определенно будут обитать питомцы самого низкого видового ранга. Под ними было множество невысоких и разросшихся в шире растений. Их верхушки под высокими деревьями и над землей переплелись, образовав похожую на лотоскорону. Они приобрели вид многослойной лестницы, плавающей под голубым небом. Из-за отбрасываемой ими тени на земле образовался саванн. Все вместе это выглядело экзотически и многогранным. Все джунгли, с которыми в прошлом сталкивался чуму, были зелеными. И главный цвет духовных питомцев, обитающих в ней, также был зеленым и лазурным. Обычно, когда он находил в джунглях растения с необычным цветом, он сразу же был на 60% уверен в том, что это неподвижное растение, духовный питомец. Однако божественный регион оказался совершенно другим. Каждый слой джунглей резко контрастировал с голубым небом. Даже слой крон над головой были совершенно разного цвета. Для глаза впервые попавшего сюда человека краски этого мира были ослепительны, словно художник решил пройтись по голубому холсту всеми своими красками, создавая идеальную картину. И сколько людей смогут связать эти великолепные пейзажи с невероятной опасностью. Молодой господин – это одна из техник мира духовных питомцев типа растения. Они используют эту невинную и безобидную красоту как ширму. Живые декорации, из-за которых люди неосознанно ослабляют свою бдительность. Не смотрите свысока на эту расслабляющую и очаровывающую сознание картину. Многие дрессировщики духовных питомцев не успевают даже призвать своих питомцев, становясь удобрением для этих растений. Более того, даже если питомцы призваны, визуальное замешательство, эффект этого места значительно снижает их боевую мощь. Духовные питомцы с неустойчивым разумом вполне способны потерять до 50% своих сил. Предупредил чуму старый ли? Разум чуму очень устойчив, тем более, что он пришел сюда, чтобы вернуть свою потерянную 12 лет назад честь. Но даже он был сбит с толку и опьянен раскинувшимся вокруг него прекрасным миром. Можно представить себе, потеряют ли рассудок другие впервые попавшие сюда дрессировщики, никак не защитившие свой ум. Молодой господин, Ее Величество привело вас сюда 12 лет назад, чтобы поймать вашего первого питомца. Поэтому она точно не стала бы вести вас вглубь божественного региона. Значит вы столкнулись с тем питомцем типа цветок где-то на краю священного региона, там же и были заколдованы. Проанализировал ситуацию старый ли? Чуму понимает, что вероятность того, сможет ли он отыскать ту девушку питомца полностью, зависит от богатого опыта и способностей к анализу старого ли? Все потому, что старый ли сам полупитомец получеловек. У него есть определенное понимание ко всяким диковинным и загадочным явлениям мира духовных питомцев. Почему ты уверен, что она питомец типа цветок? Она могла просто спрятаться в цветке и, когда мать отвлеклась, воспользовалась возможностью и заключила со мной духовный контракт. Более того, я помню, что тогда я обладал трезвым мышлением, а значит не мог быть околдован. Когда я разговаривал с ней, я хорошо понимал, что делаю. Сказал Чуму. С того момента, как ее величество привело вас сюда, она определенно озаботилась бы полной вашей безопасности, так что ее духовные питомцы точно были возле вас. Учитывая, что вы сначала поговорили с этой девушкой питомцев и колебались перед тем, как заключить контракт, у вас ушло явно много времени. Ее величество не оставило бы вас без присмотра так долго, сказал старый ли. Раньше бы Чуму действительно посчитал, что Любинлань могла бы оставить его без присмотра на столь долгое время, ведь он никогда не чувствовал от нее материнской заботы. Но подумав об этом сейчас, она не бросала его. Просто она никогда не умела выражать своих эмоций и не привыкла быть матерью. По крайней мере сейчас Чуму видел это так. Это имеет смысл. Только вот мне все равно кажется, что я тогда трезво мыслил. Даже после инцидента я не помню, что бы был в замешательстве. Все случилось чисто потому, что мною одолело любопытство и определенные ожидания от этой девушки питомца. Ну и еще потому, что меня очаровала ее захватывающая и привлекательная аура. Потирая подбородок вслух размышлял Чуму. Давайте пока отложим те события. Я расскажу вам о нескольких вариантах того, кем может оказаться девушка-питомец. Произнес старый ли. Чуму кивнул головой. По правде говоря, он действительно хочет узнать, что такое эта девушка-питомец. Почему ее внешность, поступки и эмоции были в точности как у человека. Если бы не то, что она смогла заключить контракт с человеком, Чуму ни за что бы не увидел в ней питомца. Попросту между ней и человеком не было никакой разницы. Обычно о духовных питомцах в виде людей говорится лишь в сказках стариков, желающих обмануть детишек. Цель этого обмана проста, так они прививают будущему дрессировщику уважение к своему питомцу. Однако сейчас я расскажу вам одну шокирующую теорию. Ее предложил тысячу лет назад один из лучших ученых тех времен. Он сказал, что так называемый людской род – это просто духовные питомцы с очень быстро созревающим интеллектом и способностями развить свою душу и видовой ранг до очень высокого уровня. Он определял людей как духовных питомцев, Чуму был потрясен услышанным. Старый ли кивнул головой и продолжил. Люди – это духовные питомцы, поэтому так называемые заклинания духовных контрактов и их способности к контролю духовных питомцев можно рассматривать как их видовые техники. Они очень похожи на способность маток сотни и тысячи контролировать и порабощать других духовных питомцев. Если бы не матки могли контролировать не только питомцев своего же вида, но иных существ, тогда их можно было бы даже считать дрессировщиками духовных питомцев. Это исключительно смелая теория. Никто и не смеет проверять, правда это или нет. Более того, подобные теории никогда не появлялись в широких массах. Этот пример действительно говорит об одном. Люди и духовные питомцы лишь принадлежат к разным видам, но как питомцы одного вида отличаются другого, и у них нет такого понятия, как видовой барьер, который нельзя пересечь. Слова Старого ли сильно шокировали Чуму? Он впервые слышит о том, что кто-то объявил человеческие способности создавать духовные контракты и контролировать питомцев как видовые техники духовных питомцев. Тогда это значит, что люди могут заключить духовный контракт с другими людьми. С ошеломленным лицом сказал Чуму. Но Старый Ли покачал головой и ответил. Нет, очевидно, что эта техника не может использоваться на одном и том же виде. Увидев, что Чуму внимательно слушает его, Старый Ли торопливо прочистил горло и продолжил. Хоть некоторые люди, достигшие вершины, не готовы признать этого факта, есть много примеров, которые доказывают, что эта теория скорее близка к истине. Бывали уже случаи, например, та девушка-питомец, с которой я столкнулся, быстро спросил Чуму. Да, эта девушка должна быть одной из них. У молодого господина тоже есть проблема с вашим телом. Указал на него Старый Ли. Моя проблема? Чуму не понял значения слов Старого Ли. Однако, тщательно обдумав, он понял, и это заставило сердцебиение Чуму ускориться. Полудьявол. Сейчас его главная проблема – это полудьявол, но не его ли существование абсолютное доказательство того, что человек смог эволюционировать в демонического духовного питомца. Существование этой трансформации, несомненно, показывает, что барьер между человеком и питомцем может быть прорван. Есть полудьявол, значит потенциально могут существовать полулюди, полудемоны и полудевушки. Поэтому молодой господин не должен быть так потрясен этими новостями. Вы жили в мире людей, поэтому ваши ценности и мировоззрение подверглись сильному влиянию. Вы привыкли видеть людей как центр всего. Естественно, вам будет трудно принять эту точку зрения, и, на самом деле, это также является причиной того, почему эта точка зрения была запрещена. Давайте проигнорируем тот факт, обманывают ли люди самих себя, или действительно на данный момент являются гегемонами этого мира. В конечном счете, духовные питомцы, принимающие человеческий облик, действительно существуют, сказал старый Ли. Очень долго чуму не мог успокоить волнение в своем сердце. Лишь спустя некоторое время он недоверчиво произнес. Тогда та девушка-питомец, с кем я заключил контракт, человек или питомец, есть два варианта. Первый. Она человек, который из-за какого-то странного события оказался обладателем способностей и родословной духовных питомцев типа цветок. Возможно, в те времена ее сила была невелика, и, поскольку было очень трудно выжить в Божественном регионе, она надеялась использовать вошедшего сюда дрессировщика, чтобы выбраться в сравнительно безопасный мир людей. Затем уже там она шаг за шагом бы повзрослела, развилась бы. Тем, кто входит в Божественный регион, запрещено заключать духовные контракты. Эти люди могут взять с собой только кольцо захвата питомцев. Оно будет досмотрено священным стражами, и в таком случае ее особая природа была бы раскрыта. Поэтому единственным вариантом для нее было заключить контракт, и только молодой господин в то время оказался тем единственным человеком, который мог использовать заклинание духовного контракта в Божественном регионе. Второй вариант заключается в том, что она была питомцем типа цветок, который превзошел видовой ранг император, и обладала способностью изменения своего вида подобной моей. Конечно же ее техника была намного сильнее. Она смогла полностью превратиться в девушку на ваших глазах, а затем спровоцировала заключение контракта. Но, хоть ее ранг был чрезвычайно высок, в глазах людей она будет существом низкого ранга. Даже духовный контракт сильнейших людей не смог бы захватить ее, не говоря уже о вас, когда вы были всего лишь ребенком. Опять же, если это так, учитывая, что она достигла такого ранга, зачем ей отправляться в мир людей? Кроме того, необходимо также иметь в виду, действительно ли существуют питомцы, которые смогли превзойти видовой ранг император. Произнес старый ли? Чуму старательно слушал старого ли? Из двух вариантов второй был несколько надуманным, и чуму больше верил в первый. Однако, если это все же первый, то значит, что это была девушка, у которой врожденно. Более вероятен первый вариант. Вполне возможно, что какая-то девушка случайно стала обладательницей родословной божественного священного цветка. Если это так, то она человек и с этим справиться будет нелегко, сказал старый ли, потирая своими короткими пальцами виски. Этот ответ действительно ошеломил сердце чуму. Он был скорее готов поверить в то, что та девушка была духовным питомцем, смогла превзойти императорский ранг и превратиться в молодую девушку. Чуму было очень трудно признать, что предавшим его питомцем может оказаться человек. Тем не менее, независимо от того, кем она является, в тот момент, когда чуму найдет эту девушку, действия которой стали причиной человеческого гнева, легко и просто он ее не отпустит.